Сегодня пятничный житок. Мы с вами разговариваем про российский футбол, про европейский футбол, про локомотив и про всё в таком роде. На все темы, что только может вас интересовать. Я так понимаю, но Боу идёт на хэт-трик? Сколько уже пенальти в этом матче было пробито? Но Боу, удар, перекладина, хэт-трика не случилось. Эх, эх. А ведь он уже столько всего назабивал. Привет, ЕК-15. Шесть раз привет. Даже семь раз я лучше тебя буду. Золотой актив. Всем салют. Адер. Привет. Бальдеки Тайта, Клинтон Джи, контроль С, контроль В. Не совсем согласен. Всё-таки футболист повыше уровнем, чем Клинтон Джи. Но как его будет Спартак использовать, это ещё большой вопрос. Надо хотя бы пару матчей посмотреть. Безусловно, безусловно, всегда нужно сначала смотреть, а потом уже делать какие-то выводы. Фан 9-2, 9-2, как обычно. Странно, что мы африканцев не шостим. Кстати, даже не вспомню слухи про них. Согласен. Это довольно странно, потому что в том же Рэдбуле, откуда Рангник, откуда Мёкель, не Мёкель, а этот Корнетка, очень даже активно. Африканский рынок шерстили. И многих ребят, которые сейчас уезжают за 20-30 миллионов. Недавно вот Мохаммед Комара уехал, последний из Магикан, из Зальцбурга. Их находили прямиком в Африке, в каких-то академиях. Больше вам скажу. Как раз вот недавно вышел ролик Вити Кравченко про олимпийцев, олимпийцев, вот этот вот мрачный, грустный очень. И я вспомнил, что он же ездил вот по Африке в академии. И я посмотрел ребят, которых он там находил. Они по-прежнему в Африке. Там помнят, может быть, кто-нибудь это смотрел. Там был мальчик 14 лет из Ганнской академии. Не помню его фамилию. А, Зу. За Зу. Вот его звали. Фамилия Зу. И он там сальтухи крутил, когда забивал. Играет, забивает 17 лет в Ганнском чемпионате за академию. Так что можно брать. Там про этого мальчика еще там скаут Реала его смотрел. И скаут Фейнорда. Типа вот постараемся его как можно быстрее перетащить в европейский чемпионат. Но прошло 3 года. Все еще в Ганне. Можно забирать. Можно. Да. Ну, в общем, не знаю. Африка довольно перспективное место, откуда можно талантов забирать. Они в Россию спокойно поедут. Им вообще плевать на все на свете. Милкадзе. Выход 1 на 1. Удар. Лантратов. Пустые ворота. Милкадзе не забивает. Набо. Удар. Мимо. Это не Набо, это Юсупов. Сделали, блин, себе прически. У одного белый петушок на голове. И у второго белый петушок на голове. Как их отличать? Набоу и Юсупова. Милкадзе, это, конечно, трэш. Не забил Лантратову и не забил потом просто в пустые ворота. А что тебе нужно, мальчик, для того, чтобы забивать? Я уже думаю, что тот момент, который был у Милкадзе в манче со Спартаком, когда, помните, мяч не стал останавливать. Я уже думаю, что, в принципе, это не особо голевой момент. Если бы там был Набоа, ну, наверное. Юсупов, наверное. Что ты делаешь? У Милкадзе? Нападающий мем. Ну, типа того, да. Трансляция только у меня висит? Вроде бы... Вроде бы... Все те же самые 2000 битрейта, что и раньше. Химки, удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ломовицкий. А сейчас бы 3-2. А сейчас бы как бы 3-2 и все нормально. Бан в чатике дается перманентно или на какой-то срок? Бан в... Ну, в телеге нет возможности давать бан на какой-то срок определенный. Так бы я бы, в принципе, все бы баны давал там на сутки максимум. Но, да, я их даю. И чтобы разбанить, нужно написать либо мне в личку, либо там модерам, которые забанили. Ну, можно мне спокойно писать в личку, сказать, что, типа, буду вести себя адекватно, прошу разбанить. Я разбаню. Мне, в общем-то, все равно. Если будешь неадекватно себя вести, потом снова забаним. Ничего страшного в этом нет. Линок, спасибо за фоллоу. В общем-то, опять же, призываю всех фоловиться на вас. Вчера, например, был стрим. Играл я в футбольный менеджер. Ну, и пару тоже вопросов затрагивали, что-то обсуждали. Но, так как не было какой-то определенной темы стрима, я его не стал анонсировать в Телеграме. Если не хотите пропускать такие стримы тоже, то самое лучшее это все-таки зарегистрироваться, подписаться. Придет уведомление на почту, о чем бы, собственно, и нет. По мнению руководства, у нас 5 напов. Куда вам еще? У нас всегда Африка была в приоритете. Интерес, Кованушицы, это скорее плохая новость или хорошая? Сейчас обсудим. Привет, рад тебя видеть. Лацо Интер через 15 минут. Ежи Васт Ток. Не слышал, едва я восстановился, уже ответил. У Сочи 6 пенальти в 7 матчах. Про напов слухов нет. У Китая Биабиани. Как оценишь трансфер Бальде? Сейчас как раз поговорим обо всем этом. Джи брали из основы Марселя. Славина даже бомбила по этому поводу. Да, ну как и... Ну, Каманов все-таки не из основы. Ну, в общем и целом, все-таки разные по уровню футболисты. Набоа, Пасик, Милкадзе. Еще попыточка Милкадзе. Сколько же они XG набьют в этом матче? Эх, мимо ворот. Не попадают. Как думаешь, понимает ли Мирзов, что происходит с Химками? Очень сильно на это надеюсь. Я бы в качестве ответного троллинга поспрашивал бы у наших футболистов. Понимают ли они, что происходит в Химках? В FFM залог играешь? Ну, мы начали карьеру в Бразилии. Я думаю, что, возможно, это как раз мало кому интересно. Проблема в том, что... Господи, идово полетел отбивать головой мяч. Проблема в том, что FFM Еврокубки для российских клубов запретил. И теперь за Россию не очень интересно играть. Надо патчик поставить, накатить и все-таки, наверное, сейв в России начать. Потому что людям это будет явно поинтереснее, чем бразильские перди. Хотя мне, как играть, именно как игроку, бразильские перди гораздо интереснее России. Ну, разберемся, разберемся. Уже где-то два года в бане в Телеграме, ни о чем не жалею. Гот лен писать. Нет фикса на бан Еврокубков. Есть фикс, есть. Откат к предыдущему патчу. Надо просто его поставить. Так, еще одна попытка у Химок. Они в штрафной. Руденко тупит. Как тупит Руденко. Все, окей. Сейчас мне надо окошечко с матчем закрыть. А то он меня постоянно отвлекает. Потому что моменты в одни ворота, в другие вообще без центра поля играют. Начнем с локомотива. Локомотив, в общем и целом, эту неделю провел довольно тихо. Была вот эта вот встреча на выходных. Прошлое воскресенье, насколько я понимаю. И после нее было несколько инфоповодов. Но они все, по сути, сводились к тому, что кто-то, кто побывал на встрече, давал какую-то свою оценку. И мы каждый раз собирались и обсуждали, что, собственно, произошло. Да, кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в среду отписался, сделал видео. И мы это с вами читали, обсуждали. В общем, в целом, наверное, не раскрытых тем от этой встречи у нас так и не осталось. Но сейчас не будем уже возвращаться к тому, что происходило. В общем, косточки перемололи вообще всему на свете, что только может быть. Поэтому давайте отметим то, что для нас действительно важно. Это то, что ЦОРН, мы об этом в прошлом ежетоке, я об этом не успел поговорить. После матча с Химками ЦОРН вышел к народу, не к народу, а к прессе. И рассказал о том, что у Локомотива будет три новичка. И даже определил позиции, на которые эти новички будут. Это левый защитник, это центральный полузащитник и это нападающий, который может сыграть на флангах. Довольно спорный набор позиций, на которые Локомотив нуждается в усилении. Если фланговый защитник это Марио Митай, который сегодня должен был приехать в Россию, прилететь в Россию. Как бы сама позиция левого защитника, она наверняка требует усиления. У меня у нас фактически остался только Тикнезян из левшей, которые могут там сыграть. Но Марио Митай это 18-летний парень, который вряд ли сходу, просто с листа начнет играть сильнее, чем Найр Тикнезян. Наверняка когда-нибудь в дальнейшем, наверняка он сможет играть сильнее, чем Тикнезян. Почему нет, если скауты смотрели и выбрали талантливого парня. Я смотрел только определенные моменты, определенные нарезки и особо ничего не знаю про этого игрока. Тем более, что у него нет практически опыта игр на уровне топ чемпионата. Он играл во второй греческой лиге за Айк 2. И совсем там, ну буквально 8-10 матчей только провел за Айк 1. У Айка довольно сильная линия левых защитников. И 18-летнему Митаю, конечно, было очень тяжело выиграть конкуренцию. 19-тим исполнилось буквально там пару недель назад. Да, там и Милад Махамади, там и Цубер, там и еще один иранский парень, тоже из сборной. Там больше 100 матчей за сборную Ирана. А сборная Ирана довольно сильная. Вы можете знать это по Сердару Азмуну, например. Да и Милад Махамади, вы должны знать, по Ахмату очень сильный игрок. У Ахмата, как ни странно, довольно хорошая чуйка на левых защитников. Потому что у них сейчас играет Богосавац, прикольный. До этого Милад Махамади, очень прикольный. И до этого еще и Мацирыбус у них играл. Тоже, ну мягко говоря, не последний игрок. В том числе и для Локомотива чемпион России, на секундочку. В общем, ну понятное дело, что 18-летний парень только из Академии. Особо шансов на то, чтобы играть полноценно и много в клубе типа Аека не имеет. Но и мы, да, наша оценка же должна на чем-то базироваться. А у нас ее нету. Потому что, ну я посмотрел пару матчей. Ну там Аек просто доминирует над бедной какой-то командой. Съемка с хрен пойми откуда. И Аек владеет мячом, наверное, процентов 95 времени. Ну, как можно понять из этого? Готов ли Митай играть в России в Локомотиве на левом краю обороны? Я не знаю. Вот. Но что хорошо в плане стратегии, да, пресловутой. Да, что, ну, ой-ой-ой, Мелкадзе. Господи, какой же классный парень. Сейчас долгов выйдет и накажет. Собственно, что я хотел сказать. Пока меня Мелкадзе не сбил. Он, правда, в офсайде был еще метровым точно. Но как можно не забить из этой ситуации. Есть вопросики. Этот парень будет дорожать. Если он будет получать игровую практику, он будет дорожать. Это уже игрок, который, во-первых, прошел все албанские молодежки. Он уже дебютировал за основную сборную Албании. Албанцы вполне себе нормально котируются. Нормально, да. По-моему, ну, как мне кажется, албанцы котируются повыше, чем черногорцы. Ему в 19 лет только-только исполнилось. Пару лет поиграет. Набьет там матчей 50 уже на уровне чемпионата России. И в Италию его с распорстертыми объятиями примут. В общем, выключая Химки, отвлекает. Да я говорю, это просто кошмар какой-то. Что не повернусь, там какой-то супер момент. Он будет дорожать. Это 100%. И 3 миллиона евро, которые мы за него платим, на самом деле очень легко отобьются. Как минимум мы точно не потеряем на этом. Я даже не представляю. Мы должны вообще не давать ему никакой игровой практики, чтобы мы в итоге потеряли на трансфере Митая за 3 миллиона евро. Это как и Сидора Уилсона. Сидора мы купили за 2,5 миллиона. Если ты даешь ему играть, он при этом забивает. Он там находится на карандаше у французской молодежки. Игрок из Монако, его знают. Если что, мы всегда сможем его продать дороже, чем купили. В этом плане сравнение с трансфером Раканьяца не в пользу Раканьяца. Потому что Раканьяц на 3 года старше. Это важно. Здесь у тебя уже нет времени на то, чтобы 2-3 года развиваться. Через 2-3 года Раканьяцу будет 24-25. Кому нужен черногорский нападающий с 25 лет, который только-только в России начал более-менее играть? Никому. При этом Раканьяц не дает качества здесь и сейчас. Хотя уже, в общем-то, должен был бы. В 22 года ты ждешь от черногорского нападающего, что он уже будет, по крайней мере, принимать передачу от Миранчука. Не говорю, что лучшим бомбардиром Локомотива, но, тем не менее, все-таки ты ждешь, что он опытный, ну как неопытный, но моменты решает. Хладнокровный, не волнуется, не дрожит, не мандражирует. Но вот мы видим, что Раканьяцу еще явно нужно игровое время и немало этого самого игрового времени, чтобы начать играть. Поэтому, ну, отбить деньги на Раканьяце будет гораздо тяжелее, чем это сделать на Митая. Вот, ну, собственно, по Митая уже греческая пресса пишет, что сделка закрыта, что игрок вылетел в Россию, так что думаю, что его презентуют прямо в самое ближайшее время. Может быть, завтра, может быть, в понедельник, если завтра у нас не рабочий день. Ну, короче, левый защитник у нас есть. Я думаю, что уже ничего не случится с этим. Хотя, хотя мы об этом тему чуть-чуть попозже затронем, теперь трансферы могут срываться уже даже после их анонса, просто потому что внезапно не пройдет оплата. Да, если мы говорим про Динамо и Карцево, которого они пытались купить из Израиля, а мальчик не приехал. Точнее, он приехал и уехал обратно, потому что деньги не прошли. Дальше сложная ситуация с центром поля. Цорн говорит о том, что после ухода Бекки нам нужен игрок, который заменит Беку-Беку в центре поля, что нам не хватает игрока в центре поля. И я не могу понять этого высказывания, потому что на данный момент мы играем по схеме 4-2-2-2, то есть, соответственно, в центре поля у нас только две позиции. На одной позиции безоговорочный Баринов, капитан команды. Ты его никуда не денешь, ты его никуда не посадишь, если только он не травмируется, не получит красную карточку. А рядом с ним играет Карпукас. Карпукас, который лучший футболист на данный момент в составе Локомотива, на мой взгляд. И сажать его тоже, ну, крайне не хочется. У него есть определенные умения, он прогрессирует с каждым матчем, он дает атаки, он дает обороне, благодаря ему команда набирает очки. И вот сейчас взять и приобрести какого-то центрального полузащитника означает посадить либо того, либо другого. Плюс к этому у нас есть Константин Мардешвили, который выходит в двух матчах и в концовке забивает голы. И в целом, когда он играет в центре поля, это выглядит очень даже хорошо. Плюс к этому есть Куликов и Бабкин, которые тоже в команде, никуда не деваются. И, ну, это очень много, да. То есть, ну, хотя бы было бы три, да. Я бы сказал, что, ну, окей, ладно, четвертого возьмем. И все более-менее, да, там в кубке поиграет, где-то там будут какие-то травмы, ротация. Игровое время у всех будет. Но когда у тебя их уже трое, которые претендуют на два места, и есть еще двое, которые в теории на это место могут претендовать, то все-таки вызывает вопрос о том, кого и зачем вы собираетесь приобретать. И в принципе, да, вот как раз в позицию центрального полузащитника я бы мог предположить покупку игрока по типу Митая. Да, вот человека, который сейчас пока еще не крутой, но мы ему дадим полгодика на то, чтобы он этим крутым стал год. Потом, может быть, Баринов куда-нибудь уедет, может быть, мы Мардешвили продадим, может быть, Карпукаса продадим, да. Ну, через год уже у нас, по крайней мере, будет готовая подмена. Но слухи отправляют в центр поля крутых футболистов. Мы знаем имена двух из них. Один из них это Матис Норман, другой Лука Иванушец. Матис Норман всем знаком по игре за Ростов. Сезон просто провел в аренде в Норвиче. И в целом, в общем-то, довольно неплохо играл, насколько можно играть неплохо в бедовом Норвиче. Забил гол, сделал три гливых передачки. Причем, ну, хороших гливых передач. Не просто там какие-то отскоки на угловых, а именно, что разрезающий с центра поля выводил один на один игроков Норвича. Очень даже, очень даже хорошо. Ну и по Ростову все прекрасные, я думаю, его помнят. Тоже много хорошего сделал для ростовской команды. Ну, проблема в том, что это игрок сборной Норвегии. Что это игрок, который будет требовать играть здесь и сейчас и сажать его на лавку. Ну, это абсолютное безумие. Есть проблемы, конечно, с покупкой Матиса Нормана, потому что права принадлежат Ростову. Леча пытался взять его, выкупить или взять в аренду. Я уж не знаю. Но, честно говоря, не так глубоко погружался в ситуацию. Но факт в том, что сделка сорвалась. Леча отказалась. Говорят, на 99% мы в сделке уверены. Но 1% мы не хотим рисковать. Поэтому Матис Норман принадлежит Ростову. Возвращаться в Ростов категорически не хочет. И либо воспользуется правом еще на год разорвать контракт, либо Ростов его продаст в локомотив. Как говорит Карп, сам Норман не против вернуться в Москву. Ему не нравится именно Ростов. И, в принципе, я думаю, мы прекрасно понимаем, почему. Аэропорт в Ростове закрыт. Ты не можешь теперь спокойно куда-либо улететь. Тебе нужно сутки на поезде куда-то ехать. Потом еще сутки из Москвы лететь с пересадками до своего города. Короче, ну, мягко говоря, не самая приятная ситуация для легионеров. В Москве тоже непросто, но все-таки есть аэропорт. И ты можешь хотя бы транзитом через Стамбул отправиться. 4-1. Сорвели. Добежал. Второй игрок, про которого появился слух буквально прямо вот сегодня, это Лука Иванушец. Игрок Динамо Загреба. Игрок сборной Хорватии. Игрок, который вместе с Загребом буквально вчера, или позавчера, вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. И статья, которая сегодня появилась в авторитетном хорватском журнале «Жутарный лист», и затем, кстати, эта информация еще и подтвердилась через агента Луки Иванушица, гласила о том, что... Сама конвай этой статьи. Гласила о том, что Динамо вышла в Лигу Чемпионов и не планирует отпускать своих лидеров, по крайней мере, дешевле 10 миллионов евро. Они не нуждаются в деньгах, потому что, собственно, Лига Чемпионов. И хотят вот этим сбитым составом забрать несколько побед, соответственно, еще немножечко пополнить казну своего клуба. И, как пример, говорили о том, что вот, например, Локомотив прислал предложение немножко меньше 10 миллионов евро на Луку Иванушица, на что Динамо Загреб вообще не торгуясь, ничего, просто сказала, что спасибо, мы не будем продавать Луку Иванушица. Ну и затем агент подтвердил, что да, запрос по Иванушицу был, но Динамо не стала торговаться по этому трансферу. Вполне возможно, что для Динамо Иванушица стоит дороже, чем 10 миллионов, просто это вот какая-то вот такая планка, которую обозначили. Смотрите, когда вот всплывают такие слухи, подтверждаемые слухи, по Матису Норману подтвердил Карп, который сейчас главный инсайдер по Локомотиву, по Иванушицу, довольно известный жутарный лист, плюс агент Иванушица подтвердил. Самое важное это сравнить, чем эти игроки похожи друг на друга, ну то есть в какую сторону копает Локомотив, кого он ищет. И мы видим двух игроков, которые очень здорово умеют играть в атаку. Лука Иванушица вообще атакующий полузащитник, может спокойно играть, хотя и в центре поля в отборе тоже умеет, просто чуть похуже. Его основной посыл это играть вперед, обводить, тащить мяч в штрафную, разрезающие передачи и так далее. Норман играет чуть-чуть поглубже, но тоже, если смотреть на главные сильные стороны Нормана, это именно игра вперед, именно игра на атаку. Есть замечательная нарезка, я показывал ее бустером как раз, где, ну там, феноменальная передача он выдает, просто разрезает оборону, дай боже. В том числе в английской премьер-лиге, где все-таки футболисты довольно неплохого уровня собраны. В целом, наверное, да, и это, ну, игроки уже не молодые, не 18-летние. Это игроки довольно статусные, да, Загреб за Иванушица явно много запросит. Норман, игрок сборной Норвегии, за него тоже много просят. То есть это не то, что вот мы ищем каких-то вот людей по второй, третьей лиге, чтобы они просто закрыли резерв нам. Нет, это игроки прям очень-очень высокого статуса, очень высокого уровня. Для российской премьер-лиги можно считать их звездами. И мы видим, что это все-таки игроки, которые ближе к атаке, игроки, которые должны созидать. В этом плане, по идее, Иванушец нам даже более близок, потому что, как мне кажется, все-таки в опорную зону нам игрок не нужен. А вот заменить Рефата Жамалединова, человека, который выпал из-за травмы, и на место которого у нас сейчас нет адекватной замены, да, Антон Миранчук не может, Макс Петров тоже другого плана, футболист. Вот найти такого человека, который мог бы и в опорной зоне сыграть, и при этом обладал бы тонким пасом, мог бы сдвинуться чуть выше и подиспетчерить немножко, вот этого человека нам действительно очень сильно не хватает. Да, таковым, например, у нас в свое время был Ману Фернандеш. Вот что-то подобное бы найти, было бы, мне кажется, очень и очень полезно для Локомотива здесь и сейчас. Посмотрим, кого в итоге Цорн привезет. Очевидно, что это не будет Иванушец, будет ли это Матис Норман, сложно, пока сложно сказать. Я не вижу, зачем Ростову отпускать Нормана к своему ближайшему конкуренту за какие-то небольшие деньги. А за большие деньги я не вижу, зачем нам брать самого Нормана. Да, то есть там за 10 миллионов евро, зачем нам нужен Норман? Опять же, вот по той же самой причине, что ты возьмешь Нормана за 10 миллионов, и у тебя в итоге не будет играть Костя Мородишвили, за которого заплатили 7. Или не будет играть Карпукас, который в потенциале тоже эти самые 7-10 миллионов очень легко может стоить уже через год какой-нибудь. Есть много других футболистов с таким же набором качеств, как Ману Фернандеш, как Лука Иванушец, как Матис Норман. Люди, которые умеют играть вперед, которые умеют отдавать длинные качественные передачи. Если помните, мы в свое время в Будды Глимте видели, по-моему, Патрик Берг. Так, фамилия была у него. Сейчас скажу. Сейчас. 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 Я не помню, на каком кружке это было. Да, вот Бьеркан. Нет, не Бьеркан. Петер Михорл из Ласка. Так, ладно, надо зайти на трансфер-маркт. Да, Патрик Берг это был, это норвежец из Будды Глимта, сейчас он находится в Лансе, сыграл целых 15 минут в этом сезоне, 13 минут в матче против Бреста и 2 минуты в матче против Монако. Но его качества, они как раз вот очень сильно похожи на то, что нам бы пригодилось. Или есть еще прям самый-самый яркий пример, это Эвандер из Митюланда, который сейчас одной ногой в Галтасарае, судя по всему. Ну вот он тоже опорник, но с умением играть вперед, умением дирижировать и примерно в том же ценовом диапазоне 7-8 миллионов. Но таких игроков на самом деле немало. Так что, если это будет именно игрок, который может скорее заменить Рефата Жемалединова, сыграть впереди в атаке, но если что может и опорника, ну наверное в этом есть какая-то логика. Наверное можно будет согласиться. Хотя, все равно в 4-2-2-2 тратить основные деньги, которые у нас есть именно на центрального полузащитника, при том, что у нас в нападении играть некому, ну может быть не самая логичная, не самая умная, здравая идея. Про нападающих мы не слышим вообще ничего. Про Лихаджи уже 100 лет не слышали. Матеуша Мартинса Флуминенция отказалась продавать. Кто будет нападающим Локомотива, нету вообще никакой информации, никаких идей. Цорн сказал загадочное, что это нападающий, который может сыграть и на флангах тоже, но это звучит как, не знаю, как мы собираемся купить какого-нибудь Неймара. Или, ну, то есть совершенного форварда, который умеет вообще все в атаке. Так не бывает. Ты должен все-таки определить, что конкретно тебе нужно. Это либо фланговый форвард, либо форвард девятка, либо форвард центральный, который умеет убегать в коридоры, либо прессингующий форвард а-ля Кухта. Ну, короче, всякое. Ты должен четко понимать, что ты хочешь, иначе ты сможешь купить форварда, который может играть и на флангах, и в центре, и еще и к центральным защитникам, только везде хреново. Портнягина можно взять, вот, форвард, который может играть везде, и толку от этого, как Хенти, вот мы в свое время брали тоже фланговый нападающий, нападающий, в центральный нападающий, а по факту никто для локомотива. Посмотрим. Осталось меньше двух недель. Сегодня уже 26 августа заканчивается, 27-28 выходные. Трансферное окно у нас, по-моему, до 8 сентября. Собственно, ну вот, осталось две недели для того, чтобы локомотив оформил эти сделки. И я думаю, что сейчас уже мы не можем ожидать того, что локомотив просто бахнет неожиданным каким-то совершенно трансфером, который, да, то есть, прям сразу подписанием. То есть мы о нем узнаем, ну, за 3-5 дней точно, за неделю, потому что пока все это оформится, пока игрок прилетит в Москву и сделается презентация, ну, должно пройти очень много времени. Так что я думаю, что на следующей неделе мы уже должны узнать имя как минимум одного из двух новичков после Митая. Митая уже не берем. Собственно, по слухам более-менее все. Локомотивы играть с Оренбургом. Вот мы видим на примере Химок, что 3-0, который мы сделали в прошлом туре, это ничего не значит. Значит, Оренбург команда сейчас на данный момент покрепче, чем Химки. Да, у них там серьезные проблемы в обороне, я смотрел их матч предыдущий. Но локомотив обязан побеждать дома Оренбург, неважно. Да, у нас опять матч поставили на середину дня, в воскресенье будет еще дикая жара. Нужно, ну как бы, зачем ставить матчи в Москве на 3 часа дня, наверное, никто не ответит. Но, окей, локомотиву опять нужно будет бороться с собой, с жарой, с противником. Будет непросто. Надеюсь, что победим. Надеюсь, что неделя, которая прошла после победы над Химками, была продуктивной. Что они не забудут все, что хорошее было в матче с Химками. Надеюсь, что в целом концепция игры не изменится. Будут по-прежнему пытаться закидывать мячи за спину, отдавать их в коридоры. Не будут особо мудрить и что-то там придумать. Ну и самая сейчас моя главная надежда и боль, это то, что не придется после матча обсуждать судейство. Потому что, ну, сколько можно, это прям уже, ну, катастрофа. Другими словами не скажешь, когда экспертно-судейская комиссия после тура российской премьер-лиги у трех судей замечает, ну, трём судям говорит то, что они неправильно приняли решение после просмотра ВАРа. Сиденков у нас удалил игрока, не должен был, смотрел ВАР две минуты. Карасёв не поставил пенальти ворота ЦСКА за игру рукой. А Безбородов не удалил Уткина за фолл против Ангмана, у которого обнаружили разрыв в передней крестообразной связке. Ну, если у вас трое судей, из которых два FIFA, категории FIFA, смотрят ВАР и считают, что это не нарушение, а вы смотрите и считаете, что это нарушение, значит, у вас очень серьёзные проблемы с методикой, с объяснением правил игры этим самым судям, с объяснением трактовок. И от тура к туру только хуже становится. Лучше вообще нет. Так. Наверное, всё, что я хотел сказать про локомотив. Давайте быстренько прочитаю сообщение. И перейдём тогда уже к трансферным новостям, которые бомбят в российской премьер-лиге. И очень прям два последних дня прям крепко и жёстко российская премьер-лига встаёт с колен, я бы даже сказал. Через сколько туров вернут Юрана? Зная Химки, в целом, мне кажется, Юран там на быстром наборе у них. Хотя в своё время Милкат зашибся, Ван Игнатьев сейчас лучше. Но Игнатьеву нужно забить. Пока он лучше в плане помощи для команды, но в плане того, чтобы забивать, у него всё ещё нету жёсткого момента, чтобы прям решить. Надеюсь, что с Оренбургом как раз эти моменты у Игнатьева появятся. Оренбург – та команда, которая будет позволять Локомотивову создавать моменты для своих нападающих. Вот я надеюсь, что Игнатьев не опростоволосится. В Сочи нужен Лисакович, чтобы забивать пенальти или чтобы не забивать пенальти? Можешь объяснить формирование команды. Неужели прогрессирующие в аренде Миронов и Сулейманов слабее Куликова и Еребчинского, которые 2-3 года не прогрессируют? Почему покупаются два игрока из ЦСКА без должного уровня в РПЛ за большие евро? Ну, смотрите. Начну с конца. Без должного уровня игры в РПЛ за большие евро. Мардешвили был одним из лучших центральных полузащитников сезона, который он провёл в ЦСКА. Не знаю, почему говорят о том, что он резервист ЦСКА, но он, во-первых, вошёл в тройку ЦСКА по количеству сыгранных минут в том сезоне. Во-вторых, по оценке Хускорда, для игроков там младше 25 лет Мардешвили занимал топ-1 на этом самом Хускорде. Ну или плюс-минус к этому. Это год назад было, я всё это проверял. Ну, это было так. Могу сейчас попробовать восстановить те фильтры, которые я смотрел. По сезону 2021. И показать их вам. Что-то типа такого. Нет. Нет. Не получается. Не помню я, какие фильтры вставлял. Где-то он у меня сейчас 5-6 выходит. Умяров, Глебов, Мардешвили. Но у Мардешвили больше сыгранных матчей, чем у Умярова и Глебова. Умярова прям хорошая оценка 7-0-9. У Глебова и Мардешвили примерно одинаковая на Хускорде. Может быть, я по каким-то конкретным показателям смотрел. Типа отборов или что-нибудь в этом роде. Не суть важна. Ну, короче, Мардешвили провёл полноценный сезон за ЦСКА. Мардешвили постоянный игрок сборной, молодёжной сборной России. И в целом, ну, молодой игрок должен стоить дорого. Посмотрите, любой трансфер, любой чемпионат. Вы увидите то, что там за... В Англии покупают за 40 миллионов игроков, которые один сезон провели во Франции. Там 15-20 легко платят даже за игроков второй лиги. Ну, собственно, вон, Беку купили за 14 миллионов евро. Почему Мардешвили не может стоить 8-7-8? Если Бека стоит 14, да... Тикнезян ездил в составе молодёжной сборной России на финальную часть евро. И был основным левым защитником сборной России молодёжной. Взяли его за 4-5 миллионов. Почему? Ну, типа, самошников за 3 миллиона — это дохрена. А Тикнезян за 4 — это не норм. При том, что, опять же, Тикнезян играл за ЦСКА и в Еврокубках. И у него... Сколько там матчей за ЦСКА? И это при том, что мы ещё точных цен не знаем. На самом деле, ну, как бы, говорят, что Тикнезян был куплен за 2,5 миллиона евро. И я не вижу смысла не верить этим словам. Но даже если это 4, то парень сыграл 43 матча за ЦСКА и имеет там 2 плюс 4 сделал. Постоянный игрок молодёжной сборной России. Короче, не знаю. Абсолютно... Ну, для меня абсолютно нормальные цены. Вы же видите, как это всё происходит. Вы же видите, как Динамо там покупает там Скопинцева за 7 миллионов евро, Макарова за 9 миллионов евро. Да, ну, вот такие цены. Особенно с учётом того, что у нас действовал лимит в России. Сейчас лимит всё-таки подспал. И не так сильно нужны именно российские футболисты. Поэтому цены поползут вниз, слава богу. Но это же всё было. И никуда не девалось. Нам нужен был игрок налево. Нам нужен был игрок налево с российским паспортом, чтобы можно было покупать игроков иностранцев в атаку. По-моему, всё отлично. Дальше. Формирование. Неужели прогрессирующие в аренде Миронов Сулейманов слабее Куликова и Рыбчинского? Здесь есть вопросы. Например, по тому, что ушёл Сулейманов. На его место взяли Раканьяца, который, по сути, обладает схожим набором умений. Почему? Посчитали, что черногорец Раканьяц, который имеет один сезон на взрослом уровне в чемпионате Сербии, сильнее, чем россиянин Тимур Сулейманов. Тимур и Сулейманов отказались. Взяли Раканьяца. Один год рождения, 2000 год рождения у обоих. У меня очень много вопросов. Реально очень много вопросов. Это было в том числе в списке вопросов, которые я задавал Цорну. Зачем это нужно? Зачем вы берёте игроков, которые не выглядят сильнее, чем футболисты, которых мы отдаём? По Миронову примерно то же самое, за исключением того, что пока всё-таки я не вижу большого качества игры у Миронова, за которой я мог бы его, типа, ой, блин, вот бы сейчас Миронова в локомотив. Все игроки центра поля локомотива сильнее, чем Лёша Миронов. Как бы я хорошо к нему не относился, как бы я его не любил. Ну, а игра, ну, как бы люди в центре поля, это футболисты ключевые для любого клуба. И мы не имеем права держать там слабого футболиста. Иначе вся игра просто полетит. Каманова Франции круто играл, да, но только небольшой сезон, когда там все вот это вот бордошное трио было крутое, вот там вот Камано хорошо играло, как только оно распалось, Камано стал играть очень мало. У Иванушицы есть хоть какая-то мотивация ехать в локомотив или наивно даже пробовать перетащить, насыпать, если только. Мотивация всегда есть, потому что, ну, чемпионат Хорватии это чемпионат одной команды. Абсолютно серьезно, абсолютно точно чемпионат одной команды. Да, эта команда довольно сильная, да, у этой команды довольно высокие шансы играть в Еврокубках, как минимум в Лиге Европы. А если повезет пройти отбор, то в Лиге Чемпионов. Отбор в Лиге Чемпионов у них довольно простой из-за пути чемпионов, так называемого. В России в теории все-таки чемпионат сильнее, чем у Хорватии. Соответственно, можно лучше прогрессировать. Поэтому, ну, Хорваты частенько в России въедут. Но другое дело, что, конечно, Иванушицы сможет довольно легко себе найти продолжение карьеры в середняках Италии, в середняках, там, Германии какой-нибудь. Действительно, зачем ему ехать в Россию в нынешних условиях? Вопрос очень открытый, очень сложный. С другой стороны, смущает то, что Иванушицы до сих пор не ушел на повышение. Так ему не так много лет. Куда торопиться? Иванушицы, 23 года, в ноябре 24. Вот сейчас как раз самое время начинать думать о том, чтобы из Загреба прыгать куда-то дальше. В Загребе он, вот, по сути, сейчас у него 3 года закончили в Загребе. И как раз нужно думать, что делать дальше с карьерой. Куда идти? В Реал вряд ли. Пригласят на место Модрича выбирать клубы, там, типа, Дженуа, какого-нибудь, какие-нибудь середники итальянские. Или в российский проект, который говорит тебе о том, что он тебе и денег даст, и за чемпионство бороться, и в Лиге чемпионов поиграем, и все у тебя будет хорошо. Плюс это клуб Чорлоки, плюс сейчас играет Е2, и, в общем, все могут дать какие-то положительные характеристики. Ну, кроме, ну, Чорлока, может быть, не даст хорошие характеристики. Он, кажется, не очень хорошо относится к нынешнему руководству. Но, тем не менее, про Москву, про клуб может сказать хорошее. Зарегистрировался на этой платформе неизвестный, чтобы смотреть твои стримы. А что с Ютубом? С Ютубом после начала СВО случилось отсутствие монетизации. Они отключили рекламу в России, соответственно, стримить на Ютубе не имеет никакого смысла лично для меня, так как я пытаюсь все-таки какую-никакую копейку зарабатывать на этих стримах Ютуб не монетизируется сейчас никак. Я стараюсь выкладывать сейчас туда отрезки со стримов, когда в этих отрезках есть что-то осмысленное. Например, вот этот пятничный ежеток, безусловно, на Ютуб пойдет. Но делать что-то специально на Ютубе, делать там трансляции, я не вижу никакого смысла. Большого количества народу это не привлечет. Денег я за это никаких не увижу. Собственно, абсолютно неркантильный интерес, а в плане платформы... Мне комфортно. У меня здесь есть чат нормальный, лучше, чем на Ютубе. У меня здесь нету геморроя с тем, что нужно планировать трансляцию, какие-то картинки рисовать. Просто запустил, пошел, анонсик дал в телегу, народ пришел, смотрят в довольно нормальном количестве. Меня абсолютно это устраивает. Сколько сейчас народу у нас? Ну вот, 73 человек. Меня это абсолютно устраивает. Спасибо, кстати, всем, кто приходит. Чем больше у нас народу будет, тем мне кайфовее. Локомотив хуже клуба типа Айк или из-за нашей стратегии можно и купить? Да нет, не хуже. Просто так сложилось, что у Айка на левом краю сильные ребята. У Айка есть другие слабые позиции, на которых молодые ребята могут выходить и играть. Но так сложилось, что именно на левом краю у Айка проблем нет. И именно на левом краю у них вырос игрок, который, в принципе, мог бы играть в основе. Да, там было вот интервью, европейский паровоз приводил, что спортивный директор говорит, ну да, мы понимаем, но это сильный игрок. Вопросов нету, действительно сильный игрок. Но здесь и сейчас, ну у нас люди на контрактах, они сильнее и мы будем давать им играть. Мы бы хотели его сохранить, это типа будущее наше, но он хочет играть. Он не хочет сидеть во второй команде еще год. Ну вот так вот бывает. И у Локомотива так бывало. Ахмат вообще неплохо ведет селекцию. Для себя, по крайней мере, даже зарабатывать на трансферах, вон как красиво Нинахова нам втюхали. Да, Нинахов нормальный футболист. Ну тоже абсолютно, да, там купили его за 2, по-моему, миллиона евро. Вопрос в том, что если ты покупаешь Нинахова, то ты не должен покупать Тикнезиана. Если ты покупаешь Тикнезиана, ты не должен покупать Нинахова. Один из двух. Мы купили Нинахова и, в общем-то, сразу после этого решили, что, блин, ну все-таки нам нужен еще один. Это странно. Это действительно странно. А как футболист Нинахов вообще нормальный. Не знаю, ну как бы точно не хуже живоглядного футболиста, вот что я могу сказать. Все то же самое можно было сказать про Тики. Он дорожает или раз русский, значит, все не то. Можно было бы сказать, если бы Тикнезиан был игроком сборной России, сборной, ну, выходил там в составе сборной России, тогда можно было бы сказать, что да, он играет, следовательно, он дорожает. Как, например, там, Захарян заигран за сборную России и он играет за Динамо, он дорожает. Константин Чукавин засветился в сборной России, он играет, он вызывается в сборную, он на виду, он дорожает. С Тикнезианом все то же самое. Ну, собственно, Тикнезиан сейчас более-менее стабильно начал играть. Придут к нему какие-то там голые и голевые, он и в цене своей начнет расти. Другое дело, что из России, конечно, не так просто уехать за рубеж. Нужно прям хотеть этого. Ну, посмотрим. Я, в принципе, допускаю, что мы увидим отъезд Тикнезиана куда-нибудь, если он этого будет хотеть. Вот это, наверное, самая главная проблема. Если Тикнезиан будет хотеть уехать куда-нибудь, найти ему клуб где-нибудь во Франции, проблем особо не составит. Но это будет не Пассажир, не Леон, не Марсель. Да, это будет клуб типа какого-нибудь Бреста. Или там, ну, не Труа, конечно, который Сити Групп принадлежит, а что-нибудь похожее. То же самое и с Мардешвили. Проблем особо нет. Вопрос в том, что наши молодые, они обычно хотят в топ-5 чемпионаты, в топ-5 клуба, чтобы в Лиге чемпионов поиграть. Если они аппетиты поумерят, то за небольшие зарплаты и за адекватные трансферные стоимости там 5 миллионов, 4, 5, 6 миллионов спокойно уедут. Это нормальные трансферы. Ну, у нас... У нас это немножечко забылось, что так тоже можно. В 90-х легко продавали игроков, в 2000-х вдруг решили, что продавать за 5 миллионов российских футболистов это за шквар. Нужно либо там за 15 миллионов, либо не продавать их вообще и удерживать любыми деньгами. Ну, лимит. Трансфер Митая можно сравнить с трансфером Мампаси. Ну, в какой-то мере, да. Да, в какой-то мере, конечно, очень похоже. История Мампаси не во втором дивизионе играл, но он играл за Мариуполь, который фарм Шахтера. Да, действительно, действительно очень похоже. И тоже Мампаси захотел сменить обстановку, потому что в Шахтере шансов пробиться в основу 0,0. Раканьяцу нужно найти клуб его уровня. Вопрос просто, зачем он был, как бы вот... Почему Раканьяц был нужен Локомотиву? Когда мы его приобретали, я говорил о том, что у нас появляется опция игры головой. Но, типа... Это и не игрок хорошего уровня, как Кухта, и не молодой перспективный игрок, которому ты спокойно можешь дать пару лет на то, чтобы вот он там подрос, окреп, и вот тогда уже начал бомбить головой. Сейчас он не дает качества. Может быть, вот он там еще несколько матчей повыкнется на поле, может быть, он после этого начнет играть, и мы наконец-то увидим сильного Раканьяца. Но то, как он выходит на Химки, и ни одного единоборства не выигрывает, ну, меня немножечко заставляет грустить по этому поводу. На Кипр деньги всегда дойдут. С покупкой опорника Бабкина надо отдавать в аренду сразу. Да, ну, я вот не очень понимаю вот это вот соленье игроков. Очевидно уже совершенно, что у тебя даже Бабкин не выходит, вот, а ты хочешь еще одного полузащитника, да, то есть это еще и Куликов перестанет выходить. Ну, так отдай ты его в аренду, что ты его держишь-то? Пускай играет в каком-нибудь факеле, в каких-нибудь паре НН, вместе с Рыбчинским получают какую-то игровую практику. Дальше ты его продашь. Если он не будет у тебя играть, то ты его и не продашь никуда. У Куликова контракт до 23-го продлевать вряд ли будут. Посмотрим. Ну, это к слову о том, что, ну, вот, взять молодого игрока в центр поля, ну, нормальная идея. Сон говорил про замену Бека. Есть ли у тебя понимание, зачем нам Ивануша с приимеющимся или потенциально появляющимся в основе Батракови? Покупка, на мой взгляд, перекроет повышение именно Леши. Ну, до того, чтобы Леша был прям вот стабильно активным игроком основного состава, все-таки еще даже не год, наверное, дай бог, через два года мы увидим именно лидера Батракова, который будет играть в основе и брать на себя лидерские, ну, какие-то качества, давать качество. сейчас даже Райков там на минуту выходит, какой уж там Батраков, вот, а, ну, брать Иванушица нужно с прицелов на то, что через два года его у тебя уже не будет, да, сейчас ты его берешь, прокачиваешь в течение года-двух и отдаешь уже там за 15-20 миллионов. Оба игрока, очевидно, не за трешку нашу любимую, все так. Ищут непрямую замену Беки, таких игроков мало и забирают клубы лучше, обычно ищут именно центрального полузащитника с такующими навыками, неважно, играет он из глубины как Норман или выше, как Иванушец. Ну, вот, Норман на самом деле очень сильно похож на Беку, он и не особо стабилен, как мне кажется, точно так же, как Бека, и сильные качества у него именно такие же, вот он, может быть, не особо какой-то крутой отборщик, зато после того, как он мяч перехватит, берет, он очень здорово тащит его вперед, делает передачи вперед, отсекает линии защитников, в общем, вот именно продвижение мяча вперед я считаю сильным качеством Нормана, то есть вот Норман действительно выглядит как замена, прямая замена Беки, Иванушец нет, Иванушец это уже игрок именно ближе к атаке. Ощущение, что выделили деньги и их надо потратить, ну, как минимум мы продали Бека-Бека, соответственно, эти деньги нужно во что-то вложить, это абсолютно разумно, нет смысла класть эти деньги на банковский счет, надо вкладывать и развиваться, то есть ты получил деньги с Бека-Бека, ты должен на эти деньги взять игроков, чтобы они тебе, вот эти вот игроки, в сумме принесли, во-первых, дали на поле больше, чем дает Бека, а во-вторых, затем при продаже принесли больше, чем ты вложишь в них. Как тебе Марцелла Личко на случай ухода Комперценбауэра? Атакующий стиль, интересная игра, да и Оренбург редко с тренерами ошибается. Не особо знаком с творчеством Марцелла Лички, то, как играет Оренбург, в целом, довольно прикольно. Есть интересные идеи в атаке, но я пока не могу понять, да, я не очень сильно пристально следил за Оренбургом, это именно Личко придумал, или это те латиноамериканцы, которых собрали в Оренбурге под этот сезон, потому что вот этот вот костариканец, забыл его фамилию, который прям Марин, по-моему, так вот, да, фамилия, ну, он прям хорош для уровня Оренбурга, для уровня российской премьер-лиги, он прям вообще нормальный, но как бы это Личко, или это просто, да, вот в тульском арсенале Эванс Канга играл, типа это же вряд ли можем говорить о том, что это какое-то влияние Божича на Кангу, нет, просто классный футболист, который хотел себя проявить, который умеет играть в футбол, вокруг него какая-то муть творилась, вот, так что пока не знаю, но в целом, да, в целом мне нравится, понравился Оренбург в тех матчах, что я его видел, насчет, как он мне в качестве тренера, не знаю, пока, пока живем с Компером Цинбауэром, будем думать по мере создания проблем, так сказать, Санкостфелосин, Замбардишвили заплатили 7, но это не означает, что сейчас он стоит 7, какая цена за Нормана нас бы устроила, 4 нереально, 7, но это уже недалеко от десятки, все равно не мало, я не знаю, какая цена за Нормана нас устроила, зависит от того, сколько у нас денег, в принципе, есть, чтобы купить всех, да, для меня все-таки главное приобретение, это приобретение в атаку должно быть, а не на позицию опорника, поэтому, ну, если у нас есть условная десятка, я бы не стал тратить 10 миллионов на покупку центрального полузащитника и левого защитника, а нападающего брать какого-нибудь там просто уже с помойки, я бы потратил именно на нападающего, на игрока в атакующую линию, вот, ну, у Цорна свои какие-то возможные представления о том, как нужно распределять бюджет, не знаю, ну, по мне так Норман вполне себе 6-7 миллионов точно стоит, к Норману нет интереса в Европе, получается, интерес-то есть, тот же Лечи его хотел, вопрос в том, как его забирать из Ростова, выкупать его особо, да, не хотят за большие деньги, воспользоваться правилом FIFA на год, наверное, кто-нибудь точно захочет, но, типа, может быть, сам Норман этого не хочет, хочет либо уже свалить из Ростова и не возвращаться ни через год, ни через когда-либо, либо, там, переехать, ну, короче, просто свалить из Ростова и не возвращаться, ну, фиг его знает, но именно выкупать, там, там, 10 миллионов евро в Европе, наверное, Нормана не очень хотят. Норман адаптированный, тоже небольшой плюс к цене, не кот в мешке, ну, да, российский реалий знает, может сразу начать играть, российский термин знает, с игроками контакт быстро найдет. Если мы ищем замену Рефату, потому что Антон не может его заменить, и мы Антона перемещаем выше в атаку, не слишком ли много атакующих игроков при покупке еще одного? Да думаю, что нет. Ну, как бы мы рассматриваем 4-2-2-2 схему, у нас в верхней двойке нету ни одного топ-футболиста. А в общем-то должны быть. Звучит как Вилли Бальде, а его украли. Ну, я думаю, что нет, я думаю, что мы не Вилли Бальде, хотя, если вы помните, год назад слухи про Бальде были, то есть, его говорили, что хотели взять, но взяли в итоге Керка, а Бальде уехал в Кальере. Так что, возможно, какие-то контакты у Цорна еще были. Норман может спокойно уйти в аренду как Хвича. Думаю, Ростов за 5-6 лямов отпустит. Ничего не могу сказать. Может быть. Ну, за 5-6 лямов это адекватная цена за Нормана. В принципе, если уж мы считаем, что нам нужен такой игрок, ну, я бы взял за 5-6 лямов. За мои 20 лет это кажется самый жаркий конец августа. Я потею как мразь просто в своей стримерской под софитами. Ужасно, ужасно. Но это недолго продлится. Все, через неделю нас ждут уже плюс 20, а через неделю и 2 дня нас ждет плюс 10. Сейчас, конечно, хочется, чтобы было посвежее, но я уверен, что когда на улице будет плюс 10, я буду вспоминать вот это время с большой теплотой. Извините за каламбур. Для болельщиков сезон пройдет под слоганом икру Митая. В этом туре будет варп по 5 минут смотреть. Когда покупали Мородишвили, еще не знали, что лимит уберут. Условный зенит всегда готов выложить 7-8 за Мородишвили. Они по-другому немножечко поступают. Они выкладывают, но официально говорят, что это 50 тысяч рублей за сутрмина. Вот. А так, ну да, они же кого только не брали за эти 7-8. И всем было норм. А тут вот Мородишвили нет, 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 нет. Ну, я не знаю, это какая-то какая-то истерика, что ли, случилась со всеми. Они теперь не готовы признавать, что ну ок, ну потратили 7-8. Это вообще не выбивается из рынка. Никак не выбивается из рынка. сейчас взять какого-нибудь прямо вот именно с дублера из UFL и потратить на него 5 миллионов евро. Я здесь скажу, что да, это как-то, ну странно. А взять игрока, который сезон провел в российской премьер-лиге и был одним из лучших на своей позиции среди молодых футболистов, не знаю. Ну, если Глебова покупать, он сколько будет стоить? Ну, я думаю, что не меньше 8 миллионов, а то и Ростов еще больше заломит цену. А сейчас даже лимита нету. Видел Голбеки, что-то залог и так ни разу норм не ударил. Это неправда. Бил в последнее время довольно хорошо и с Ростовом, по-моему, да, Писяков же тащил от него удары, довольно хорошие удары. Не, ну у него, у него есть плотный удар, мы знали это. снится у него, попал мяч на ногу, поскакал, попал мяч на ногу, залетел в дальний угол. Окей. А так Билл из-за локомотив и нередко думал вообще бить не умеет, как Жуау Марио. Ну, странно, странно, почему вы так думали, потому что сейчас я это не помню. Либо с Париенен он вышел во втором тайме и начал бить, либо с Ростовом перед удалением Билл. видимо, с Париенен. и половина. Статистика удара в Беке Одного только Беке в матче с Пари-НН Вот у него эти два удара Оба ложились в цель И Нигматулину пришлось постараться Чтобы их вытащить Плюс два удара еще изнутри Штрафной Так что, ну, не знаю Почему вы отказываете Беке В точных нормальных ударах Он вполне себе умеет это делать и любит Степанов на трансфер-маркете 2 миллиона Раконец настолько не радует, что реально хочется Выходов Ракова вместо него Никто не верил в Сулейманова до этого сезона Это он сейчас разыгрался, прошлый год слабо провел Я не согласен Я верил, во-первых, и считал, что нам Такой игрок нужен Во-вторых, я считаю, что он и прошлый сезон сильно провел Просто Какие функции выполняет игрок У Киржакова Сулейманов выполнял определенную функцию Нагнетал, цеплялся за мячи И делал это очень здорово На мой взгляд Локомотива такого игрока после ухода Эдера Очень сильно не хватает И до сих пор этого игрока нет Того, которого ты можешь выпустить Для того, чтобы он цеплялся за мячи Вот Раконьяц, по идее, должен быть таким игроком Чтобы ты мог его выпустить И, как минимум, у тебя была опция грузить вперед А там чел постоянно навязывает борьбу Постоянно сохраняет мячи на чужой половине поля И можно как-то отодвинуть игру от своих ворот И, ну, может быть, таким образом Как-то атаки свои начинать Довольно простой, довольно тупой футбол Но, тем не менее, почему нет? Сейчас у нас такого игрока нет Вот Раконьяц вышел с химками Явно под эту задачу Явно под то, чтобы в меньшинстве Ты мог просто выбивать мячи вперед А там Раконьяц за них цепляется И он ничего, ни за что не зацепился С чего ты взял, что у нас денег мало? Иванушец на бумаге топящие Деньги отобьем Тем более, евро сейчас недорогой Не знаю Тим, откуда ты знаешь, что Раконьяц слабее Сулейманова Если мы толком не видели Раконьяца на поле? Я не знаю На мой взгляд, на данный момент Мы отдали Сулейманова Взяли Раконьяца И я не вижу, почему Раконьяц Перспективнее и сильнее Тимура Сулейманова Может быть, он еще покажет Но я не вижу Я посмотрел его матчи за Чукарички Как он там забивал Как он там играл Довольно такую нарезку техническую Не просто голы его, как он там забивал Не знаю По мне, Сулейманов делает все то же самое И не менее круто Возраст одинаковый Сулейманов в локомотиве свой Сулейманов все знает в локомотиве И будет играть за букву L на груди За что будет играть Раконьяц, пока не знаю Ну дай бог, дай бог Я буду только рад, если Раконьяц Окажется сильным футболистом Точно не буду против этого За бегу мы получили те же дешевые евро Страшно, страшно, ужасно просто Есть еще Хайдек, он навязывает борьбу Да, 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 конечно Уходить из Лиги Чемпионов Санкционные лока огонь Пример Влашича показывает Что лучше синиться в руках Окей, давайте поговорим Про трансферы внутрь Да, пока Захаряна мы Отставим на потом Коротко Есть тема о том, что в Россию Теперь никто не поедет Никогда в жизни Никто вообще рассматривать Россию не будет Потому что Весь мир ненавидит якобы Россию Что Россию отовсюду исключили Поэтому Никому нет смысла ехать в Россию Это неправда И На этой неделе мы узнали про Кита Бальде Который приезжает в Спартак Кита Бальде Человек довольно высоко котируемый В футбольном мире Да, конечно, не суперзвезда Не ЭТО Не обладатель каких-то золотых мячей Но все-таки Бальде в мире знают И многие футбольные клубы Его этим летом хотели Валенсия очень сильно его хотел Турки очень сильно его хотели Еще кого-то я видел в списке желаемых Просто потому что я сам Кита Бальде Довольно Приметил как игрока Который Локомотиву был бы полезен Именно в плане того Чтобы заменить кухту Смотрел кто есть среди свободных агентов Вот среди свободных агентов был Бальде И в целом, ну я считаю, что набор качеств Как раз нормальный Да, немножечко более ленивый Чем кухта Но зато там с ударом гораздо лучше Вот, и я смотрел А можно ли взять Бальде Ну и, соответственно, следил Он там уже в какой-то момент был прям одной ногой Валенсии, но что-то не срослось И вот он приезжает в Россию В Спартак Зенит покупает бразильцев Приезжают Все у них хорошо Малком никуда не уехал Вендол никуда не уехал Каудини никуда не уехал Никто не сбежал В Спартаке Мозас порывался уехать Тоже фигура поиграла в Англии Довольно известный чувак в футбольном мире Никуда не уехал То есть изгоем России не становится Футболисты приезжают И мы видим это и на примере Локомотива Который купил Фасона Который оставил там Керк у себя Французы Исидор там никуда не уехал Едва никуда не уехал Камано никуда не уехал Нету такого, что Россия Прям изгой Все мечтают уехать Вот как постоянно каждую неделю Появляются очередные сообщения Семина о том, что нужно быть готовым Что иностранцы будут уезжать Что там Кто-то там уехал на этой неделе Кого-то продали в очередной раз Что это не последний Вот А то, что продолжают приезжать в Россию игроки Вот в Динамо Какой прикольный чилиец приехал Это как бы почему-то не замечается То есть в крыльях советов приехал серп Да, в крыльях советов в принципе немного иностранцев Но они купили игрока В Краснодар приехал Баньяц Прикольный малый Очень интересный Пока себя не может проявить В плане забитых голов Но Точно совершенно он умеет играть в футбол И Вот в прошлом матче Весьма неплохо это показывал Хорошие передачки раздавал По крайней мере Едут Продолжают ехать в Россию И футболисты довольно сильные И футболисты в общем-то С именем в Европе Которые легко бы могли бы найти себе клуб Не в России Но они этого не Ну не делают Потому что в России Им что-то интересно И в том числе Локомотив тоже может предложить Интересные какие-то условия Для того, чтобы играть Потому что все более-менее понимают Что Бан в Еврокубках Ну это точно не навсегда Может быть на длительное время Но в целом Ну если ты поедешь в топ-5 Ну ты и не будешь играть в Еврокубках И что теперь Не ехать что ли Если там нету Еврокубков Да, в какой-нибудь лече Нет, едут В Дженуа Едут в Где-нибудь там Герты едут Хотя Герта точно не будет играть В Еврокубках В ближайшие там много лет В Кёльн там в какой-нибудь едут Ну то есть Почему не ехать в Россию Здесь хорошие поля Здесь хорошие деньги платят Здесь хороший уровень футбола Да, есть проблемы геополитические Но для многих футболистов Они не являются какими-то ключевыми Футболисты в целом Не сильно задумывающиеся люди Так что Во-первых Мне кажется, что Бальде Кейта Кейта Бальде Довольно сильный футболист И для Спартака Это будет хорошо Они хотели взять Ганаго Я Ганаго Катирую Не очень высоко Я смотрел Вот Игрокам Мне он не понравился Бальде Кейта В целом Футболист более совершенный Вопрос в мотивации Вопрос в том Как он будет играть Если это будет Хотя бы уровень Прошлого сезона Как он играл в Кальере Не говоря уж О его лучших сезонах Предыдущих То Спартак приобретает Сильного футболиста До этого мне Не нравилось Кого покупает Спартак В атаку Да, вот Шамара Николсона Они взяли Теперь не знают Что с ним делать За 10 миллионов евро Я вам говорил Что Из всех игроков Которые Зимой Приехали в российскую Премьер-лигу Я меньше всего Понимаю И Поддерживаю покупку Шамара Николсона Много его смотрел Очень Очень стремный тип Который забивает Чисто Какие-то Вот Такие Голы На своей физухе А Не забивает В 10 раз больше Ну вот Теперь Спартак Видимо понял Эту проблему И ищет Нападающего Который Выше уровнем Кейта Бальде Хороший парень Собственно Вот Вот моя мысль Что Это Очень прикольно Для российской Премьер-лиги Что Футболист В целом С хорошим именем В нынешнее время Едет в Россию Это В отличие от Отъезда С Захаряна Действительно Может Некую дверь Открыть Для Иностранцев Да То есть Они посмотрят А Ну если Бальде Едет Ну а Мы-то Чем хуже Почему мы Должны Отказываться От России Если Другие Едут И Играют Помните Светберга Которого Почти подписали Его Сельта Купила Ну мы Следим За Светбергом Конечно Продолжаем Следить Пока Не играет Неужели Сборная Так Важна Я думал Никто Уже давно Не смотрит На Сборная Сборная Очень важна Сборная Это показатель Того Что Игрок Является Одним из Сильнейших Вообще Одним из Сильнейших Вообще В своей Стране Да То есть Понятное дело Что сборная Какой-нибудь Эфиопии Не будет Сильным Бустом Для стоимости Но если Это крепкая Европейская Сборная То Ты не можешь Знать Всех Футболистов Мира Да Ты так или иначе Доверяешь Каким-то Специалистам И вот Получается То что Специалисты Какой-нибудь Допустим Сборной Норвегии Решили Что Матис Норман Играющий В Ростове Сильнейший Футболист Норвегии На своей Позиции Он Именно Выходит В Старте Сборной Норвегии Ну и Соответственно Отношение К этому Уже Сразу Оп Ага Ага Ну то есть Он сильнее Окей И стоимость Растет Резко Вверх Ну и По Там Не знаю По Хвиче Кварацхелий По многим Другим Игрокам Игры со сборной Это шанс Их увидеть На В сравнении Не России Да Где может быть Там Какая-то Какая-то Специфика Чемпионата А На На Фоне Сборной Испании Хвиче Берет И показывает То что На Фоне Сборной Испании Хвиче Вполне Себе Много Бегает Много Обводит Забивает Ну и Стоимость Его Повышается Ту которую Готовы отдавать Также То же самое С Албанией Да Сборная Не Ну как бы Не Хватает Каких-то Звезд с неба Не сильная Сборная Но она В отборах Кусачья Очки Отбирает В сборной Албании Довольно Сильные Футболисты Собраны Которые Высоко Катируются На Европейском Уровне Почти все Играют В каких-то Топ Чемпионатах Поэтому Да Ты смотришь А там Оказывается Левый Защитник 18-летний Это Митай Ну и Сразу Стоимость Оп И выше Игрок Сборной России Как же Тим Любит Винтаж Сборная России Никуда Не Делать В Сентябре Соберутся Вновь Сложно Представить Что они Будут Дорожать Смарой Такое Ощущение Что мы Взяли Их На Пике Цены Если Не Будут Дешеветь Уже Счастье Посмотрим Посмотрим Если Они Не будут Играть А Мардешвили Не Играет То Конечно Никто Дорожать Не Будет Я Говорю О том Что Футболисты Дорожают Когда Играют Если Костя Мардешвили Был Основным Центральным Полузащитником Локомотива Он Дорожал Это Обычная Ситуация Для Футболиста Который Играет В основе Клуба Глебов Сейчас Играет В основе Ростова Он Дорожает Если Ты Не Играешь Ты Дешевеешь Ну Вот Так Вот За Там За 10 Миллионов Евро Глебов Подорожает Если Он Будет Прям Как-то Сильно Влиять На Матч Забивать Голы Отдавать Голевые Передачи Или Прям Признаваться Лучшим Игроком Матч Матч за Матч Матч за Матчем Вот Но Если Ты Играешь И В целом Не падаешь Ниже Какого-то Уровня Ты Дорожаешь Это Нормальная История Ну Реально Да Просто Вы Всегда Не вы А Очень часто Болельщики Двойные Стандарты Предъявляют Они Готовы Отпускать Мухина За 5 Миллионов Евро И не Копейкой Меньше Мы Очень Сильно Продешевили Отдавали Мухина Его стоимость 5 Миллионов Минимум Но При этом Мухин Который На тот момент Сыграл 10 Матчей Но При этом Покупать Мордишвили За 7 Миллионов Который Сыграл Гораздо Больше Матча Они Почему-то Не готовы Ну Как бы Вот От себя Баринов Стоит 15 Миллионов А вот У них Вот У них Ну Максимум Пятера Нормальная Наверное Ситуация Но Немножко Необъективная Вы же Ну Типа Если бы К нам Пришли И сказали А сколько У вас Баринов Стоит Вы бы Такие Ну Объективно Ну Миллиона Два Так бы Вы сказали Или Нет Или я Путаю Может быть Может быть Вы у меня Самые Объективные И адекватные Люди В мире И готовы Были бы Продать Баринова В ЦСКА За 2 Миллиона Евро Еще вопрос Откуда Уезжать Одно Дело Из Ростова В Рому Другое Из Москвы В Брест Определенно Были уже Ну 4-5 Бара Стоит Вы готовы Продать Баринова За 4-5 Миллиона Евро Вот именно Что к вам Приходят И говорят Мы даем За Баринова 4 миллиона Евро Вы такие Да По рукам Я правильно Понимаю Были уже Лидеры Галанин Макаров Корян Надо Как Карпукас С Мухиным Тяпляп Проблемы Составом Что-то Куда-то И пролез Состав Закрепился Ну Время Было Другое Сейчас Сейчас К сожалению Или к счастью Проблемы Составом Возникают Почаще Чем Когда Было Время Галанина Макарова Ну Правда Макарова Вот Кучук Конечно Не решился Поставил бы он Тогда Макарова В опорку Может быть У Макарова Совсем По-другому Судьба Сложилась Но Галанин Как там Пробиться Когда там Мерунчуки Когда там Фернандес Когда там Еще Бусуфа Был Невозможно Практически Лацио Забил Интеру Динамо Правильно Берет Самошникова За 3 ляма Перекрывать Скопенцева Такое Себе Дел Я так Понимаю Они берут Его на Правый Край Скорее Вместо Паршевлюка Ну Скопенцев Реально Хорошо Играет Не знаю Зачем Им Нужен Самошников Налево Да Правильно Наверное Но В целом Точно Нету Какой-то Неправильно Берете Самошникова Не надо Брать Самошникова Российский Футболист Не очень Дорого Опять же Игрок Сборной Почему Нет Точно Не помешает Поможет Или не Поможет Хрен его знает Но это точно Неплохая Сделка Вот Когда они Брали Макарова За 9 Миллионов Евро Я Немножечко Посмеивался Ну Потому что Это Какая-то Ну Охренеть Как Не нужны Вам Не дает Ничего А вот Брать Лисового Брать Самошникова Ну Это точно Нормально Но Опять же Как Например В случае Митая Я не думаю Что Самошников Динамо Как-то Очень Серьезно Усилит Что Вот У них Были Проблемы В игре А придет Самошников И проблемы В игре Исчезнут Нет У них И Паршевлюка И Скопинцев Играют Очень Даже Хорошо Это Скорее Какая-то Такая Страховка На будущее Что Если Вдруг Что То По крайней Мере У нас Есть Самошников Первое Мы не Зенит Обидно Что У нас Бабкиных У Куликовых За 5 Плюс Никто Не Покупает Так Они Не Играют Их И не Покупают Играли Б Покупали Б Может Быть Не за 5 Плюс Но Сейчас В принципе Да Рынок На Российских Игроков Он Просел Потому Что Не Нужны Российские Футболисты Так Как Они Были Нужны Два Года Назад Три Года Назад Когда Да Действительно Готовы Были Покупать За 3-4 Миллиона Российских Футболистов И Бабкиных И Куликовых И Нинаховых И Живоглядовых И Кого Только Не Потому Что Нужны Были Российские Футболисты Поэтому Там Обликов Переезжал Из Уфы В ЦСКА За 5 Миллионов Евро Что Ли Так Вот Справедливости Ради Раканьяц Пока Выглядит Единственным Сомнительным Трансфером Цорна Ну Плюс Минус Да Ну Раканьяц Приобретался Немножко В других Условиях Тогда Был Кухта И На Раканьяц Было Плюс Минус Плевать Но Вот Именно Стратегически Меня Трансфер Раканьяц Интересует Исключительно В контексте Того Что Сулейманова С Припиской Не нужен И после этого Взяли Игрока Один в один Того же Типажа Вот это Я не понимаю Тем привет Когда в следующий раз Пойдешь на футбол Пока Не знаю На Оренбург Завтра Не иду Мне нужно Отстримить И мне нужно Иметь хороший Онлайн Поэтому Нужно Дома Остаться Была идея Съездить В Воронеж Но Наверное Все таки Откажусь От этой идеи Слишком много Проблем С этим Воронежем И закрытый Аэропорт Из-за которого Нужно На поезде 10 часов Ехать И с билетами Хрен пойми Как их покупать И Там Класс Выезда Воронеж Воронеж Это единственная Ситуация Когда Молодежка И Основа Играют На выезде В одном Городе В пятницу Молодежка В воскресенье Основа И можно И можно Соответственно В пятницу Утром Приехать Сходить На молодежку Субботу Потасоваться В городе В воскресенье Сходить На матч Но Все знаем Какие проблемы С очередями На покупку Билетов На центр Хрен купишь В целом Не особо Комфортно Смотреть Футбол На этом Старом Да Олдскульно Но Все вместе Как-то Наверное Нет Наверное Наверное Дома Останусь Посмотрю Но Сходить на футбол Хочется Я думаю Что в сентябре Я еще какие-нибудь Билетики Возьму Плюс еще Я Смотрел Отели В Воронеже Вот Листал 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 И так Ничего Не зацепило Вот прям Вот то что Каждый раз Что-то вот Открываю И блин Ну Ну что-то не то Что-то не хочется Туда Что-то не хочется Даже Всякие Мариоты Которые там Тоже есть Выглядят Ну стоят дорого А выглядит Как То что в Питере Снял В два раза дороже И при этом Это было бы Там Рядом с кем-нибудь Казанским собором Короче Наверное нет Но в целом Что у нас там Еще по матчам В В сентябре Хочется Реально хочется Посмотреть на локомотив Может быть После Оренбурга Перестанет хотеться Но пока Хочется У нас 4 сентября Ахмат Можно Можно наверное На Ахмат Попробовать Сходить После факела У нас Спартак Выезд И потом Урал дома Но это уже октябрь Октябрь скорее всего Холодно будет Ну вот что-то из этого Что-то из этого Где сейчас Отели Смотришь Без букинга Островок Или Тревел Яндекс Несколько Несколько лет назад В Латце у него был Суперсезон Да Да Камано Никуда не уехал Потому что Походу Никому не нужен Особо в такой форме Да нет Я не думаю Не опять же Ну вот такие игроки Как Камано Ну у них всегда Есть варианты С продолжением Карьеры Вопрос в том Что это За варианты С продолжением Карьеры Не знаю Какая-нибудь Адонат Демиспорт Как Дзюба Уехал Ну Камано Туда зачем ехать Но его туда Спокойно возьмут Спокойно пригласят Или Опять же Какие-нибудь Лечи Бороться за выживание В Италии Или здесь Где тебя Где у тебя Очень все комфортно Где тебе платят Много денег У тебя все хорошо Зачем Я не думаю Что Камано Прям сильно рвался Уехать Конечно Понятно Что предложение Уровня Там Монако Камано Никто не сделает А уезжать Просто Абы куда Лишь бы уехать Сто процентов Камано Мог бы Но зачем Вот те Кто хотели Уехать Ну вот Они уехали Да Там Хэкшабанович Поехал И играл Там В своей Швеции Сейчас В Селтик Перешел Или Там Дрейер Да Ну они Они уехали Прикольно Что Бутхейм Где-то Слонялся Слонялся И вроде Все-таки Прибился К какой-то Команде Вроде Даже Забивать Начал В Солернитане Да Казалось бы Бутхейм Точно Мог найти Себе Какое-то Продолжение Карьеры Но Нет Нифига Не начал Два матча Без забитых Голов Да Но он Полгода Вообще Нигде Не был Ну Так Бывает Баринов Никуда Не уехал Ну Тоже Видимо Не очень-то Сильно Хотел Захарян Откроет Дверь Карпукасу Пик цены В 24-27 Нет Пик цены Переживают Люди В 20-21 Год Пик Своих Футбольных Качеств Да 24-27 Но Самые Большие Цены Дают За Игроков 19-20 Лет Давайте По Захаряну Тоже Немножко Поговорим Тогда Буквально Пару слов Челси Хочет Захаряна Судя по всему Сделка Уже В какой-то Там Супер Финальной Стадии Говорят Говорят Захаряна Порядка Миллиона Фунтов В Год Кстати Не очень Высокая С нее Еще и Куча Налогов Надо будет Платить Но Респект Опять же Захаряну Что он Не стал Ломить Что я Хочу 3 миллиона Фунтов Стерлинга В год Как мне кажется Очень сильно кажется Понятное дело Что к Футболистам 18 19 20 Лет Которые Показывают Отличную Статистику В топ 15 Чемпионатах Европы Ко всем Ним Скауты Присматриваются Они Сейчас Все умеют Пользоваться Статистическими Сервисами И Выкручивая Ползунки Там Сыграно Минут Сыграно Создано Голевых Моментов Прогрессив Раны Всякие И при этом Скручивая Ползунок Возраста Ты получаешь Список В котором Захарян Будет Где-то На одном Из Верхних Мест Естественно Ты к нему Присматриваешься Но есть проблема Ты покупал Русских Раньше И они Оказывались Крайне Интровертными Людьми Которые Все время Тосковали По родине И никак Не могли Встроиться В жизнь Твоего Клуба Да Был Смертин Который Не играл В Челси Был Журков Который Не играл В Челси Были И другие Кстати Игроки Славянского Происхождения Которые В Челси Никак Не могли Закрепиться Ну и Ты Немножечко Конечно С большим Большим Скепсисом Начинаешь Относиться К тому Что Блин Ну эти Вот в российском Чемпионате Да Они там Что-то Показывают Но они В Англию Приезжают У них Ничего Не получается И сколько Уже таких Примеров Было Что Вроде Молодой Футболист Вроде Шарашит Какой-нибудь Диньяр Беллединов Вроде Умеет Играть Футбол Но он Приезжает В Эвертон И где Тут Диньяр Беллединов Сидит На скамейке Периодически Выходит Что-то Забивает Но Явно Не стоит Тех Денег Которые Русские За него Просят И поэтому Конечно Все время Хочется И колется Но Появляется Такой персонаж Как Хвича Кварацхеля Про которого То же самое Все ходили Вокруг да около И никак не могли Его купить Год назад Находится Вот Наполе Который Его Покупает Все-таки Тратит 8 миллионов Евро Не 20 Который Просил за него Рубин Но 8 И Хвича С ноги Врывается В итальянский Чемпионат И показывает Что Молодые Футболисты Которые Показывали Хороший Футбол И хорошую Статистику В России Могут Показывать Хороший Футбол И хорошую Статистику И в чемпионате Топ уровня И Челси Понимает Что Блин Ну если мы Сейчас его Не возьмем Через год Его возьмет Кто-то еще И мы будем Грызть Ногти Берут Захаряна Готовы платить Деньги Почти уверен То что Вот эта Вот Классная Игра Хвича Кварацхели Сыграла Очень важную роль Потому что Опять же В этих же Самых рейтингах Хвича Кварацхеля И Арсен Захарян Они находятся По соседству Собственно Вот как я Это вижу То что Существует Какой-то Бойкот Российских Игроков В это Я никогда Не верил И не буду верить Это всегда Личные дела Клубов И спокойно Там И Леша Себя чувствует И Хайкин И Головин И Десятки Других Российских Футболистов Которые играют Говорят Что Да нет Меня все Поддерживают Да я играю В Германии Во второй лиге Да Меня несколько раз Спросили Пресс-конференции Сказать Что я об этом думаю Но клуб меня огородил Все нормально Отлично себя чувствую И продолжаю играть В Европе Ну на самом деле Российских игроков Не трое В Европе Их больше И в интервью Все примерно Одно и то же Говорят Кроме Этого Татаева Который вернулся В Россию И рассказывал Что его там Чуть ли камнями Не забивали Но при этом Люди которые Просто живут В той стране Говорили Что Чего Что Никаких проблем Вообще Нету Короче Рад за Сахаряна Надеюсь Что сделка состоится Надеюсь Что он себя ярко Проявит Что Не будет Закрываться Будет Бомбить Легко Вольется В состав Все у него Для этого Есть В России Уже видно Что он Немножечко Скучает Затормозил В своем Развитии Здесь он Не смог Сделать Динамо Чемпионом Но В общем и целом Проводит Игры не так Круто Как мог бы Их проводить Так что Нужно ехать Нужно Завоевывать Себе имя Не бояться Трудностей Не бояться Если там Не знаю Отправят в аренду В Витес Какой нибудь Играть 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 Рад Засахаряна Воспитанник Московского Футбола Кстати Хотел бы Вам Рассказать Похвастаться Немножечко Внутриками Московской Федерации Футбола Мы каждый Год Награждаем Лучших Футболистов Первенства Москвы Золотыми Мячами Московской Федерации Футбола Да Там Полноценные Такие Золотые Мячи Я тебе покажу Даже Как они Выглядят Парня На картинке Вы должны Узнать Вот Собственно Вот такие Золотые Мячи Они Тяжеленные Блин Их Хрен Поднимешь Килограммов 7 Наверное Весят Прям Вот Солидно Как мы Выбираем Этих Обладателей Золотых Мячей Собственно В 2018 Году Родилась Эта Пятерку И как бы Собирал себе Все лавры За подготовку Молодых Футболистов Это мы 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 Хотя на самом деле В ДФЛ В соревнованиях ДФЛ Футболисты играют Ну там Вот где-то В самом-самом Начале Своей карьеры В 9-10 лет Буквально Пару Однодневных Турниров А потом Уже играют В первенстве Москвы Но все знают Первую пятерку Что молодых Футболистов Отмечает Именно ДФЛ Нам было обидно И мы решили Придумывать Ну Отбирать Лучших И тут Стала проблема А как Блин Отбирать Лучших Ну и Я Лично Лично я Придумал Схему Во-первых Я сам Отбираю Шортлист И дальше Делаю Голосование По школам Отправляю Голосование Чтобы они Мне Оценки По каждому Из пяти Футболистов Выставили Я их потом Свожу в одну Табличку И таким образом Как мне показалось Я получаю Объективную Картину Лучшего Футболиста По своему Году Рождения Ну и Прошло Четыре года Мы В пандемийный 2020 Не вручали Потому что Первенство Не проводилось Ну и Вот Прошло Четыре года И мы Подбили Статистику Из первого Года 2018 Четыре Игрока Которых Я определил Вместе С Голосованием Школ Как Лучших Игроков Уже Дебютировали В российской Премьер-лиге Это Ну Не каждый Селекционер Вам попадет В игроков Которые Дебютируют 2001 2002 2003 2004 Годов Рождения 2005 Еще не успел Он играет В ЦСКА Дмитрий Клайда Вот он Еще не успел Дебютировать Ждем Когда это Будет Вот И Всего Ну мы Соответственно Вручаем Из 15 Человек 7 Уже В РПЛ Дебютировали А это Футболисты Все 20 И Моложе Лет По-моему Очень Круто Ну Собственно Вот они Все Эти Школик Пока Худший Из тех Кто Дебютировал Он За нефтехимик ФНЛ Сейчас Бомбит Щетинин Прекрасно Знаем Шитов Спартаковский Воспитанник Сейчас Закрыли Советов Играет Сережа Пеняев Тоже Прекрасно Знаете Тюкавин Вообще В сборную Попал Соколов Голевую Передачу В матче С Локомотивом Отдал Ну и Вадик Раков Дебютировал Буквально Вот Пару Недель Назад Ну и Арсен Захарян Он у нас Не завоевывал Золотой Мяч Потому что Он толком Не играл В наших Соревнованиях У нас Все-таки Есть правило Что нужно Играть В наших Соревнованиях А Захарян К тому моменту Уже По-моему За Динамо 2 Вовсю Играл Вот Не Вру Он же у нас Стал лучшим Аббардиром Значит Играл Но Видимо Проголосовали Не за него Он точно Был В списке На голосование Проголосовали Видимо За Артема Соколова Ну и Вот Захарян Тоже у нас Получал награду И теперь Едет в Челси Так что Вот так Вот Обращайтесь Обращайтесь Ко мне Точно знаю Кто Будет играть На уровне Российской Премьер-лиги Кто-то был Круче Захаряна Из одного года Квлока Нет 2003 год У Локомотива Провальный Стоп Вообще Напрочь Провальный Один из Наверное Слабейших Вообще Годов В Локомотиве За Все мое Наблюдение За Командами Локомотива Наверное 99 2003 Слабее Не было Хотя 99 Даже Выигрывал Чемпионат России И Оттуда Макеев Как минимум Вышел А вот Из третьего Ну Просто Мертвый год При том Что там Ларин При том Что там Першин Очень Слабо Там был Один парень Центральный Защитник Или опорничек Но Он Из Нижнего Новгорода И Что-то Постоянно Куда-то На страну Смотрел Я не знаю Он в итоге Попал в Испанию Или не попал Или в Чертаново Играет Ефремов Антон Ефремов За сборную Выступал Вот в нем Было что-то Прям Чувствовалось Что он понимает Футбол Он умеет Играть Футбол Но Но будущее С локомотивом В его глазах Не прослеживалось Всегда видно было Что он куда-то Вот и На страну Смотрит Сейчас посмотрю Вильяриал Вильяриал Вот этот Вот парень Вместе С Иосифовым Академия Лока Вильяриал Из Вильяриала В Чертаново Из Чертаново Обратно Вильяриал Короче Какая-то Муть Согласитесь Уже Какая-то Муть Что он Едет Вильяриал Из Вильяриала В Чертаново Потом Обратно Вильяриал Но В Трансфермарксе Не записано Чтобы он Где-то Играл Как-то Так Игроки Сборной России Шел С сороковой За три года Матч со сборной Белоруссии Мы развлекались Как могли Нет Мы кстати Там То ли С Ираном Играем Как раз То ли С Индией Что ли Матч Сборной России В сентябре Нет Как-то Россия Сыграет Товарищеский Матч Россия И Узбекистан Могут сыграть Товарищеский Матч Все Больше Новостей Не вижу Сборная России Планирует Осенью Сыграть Товарищеский Матч Саудовской Аравии Короче Товарники Нам не запрещен Нам не запрещают Играть Поэтому Нужно Найти Сборную Которая Не откажется Играть Сборной России И все Будет Нормально Нас Исключили Из Соревнований Да Там Из всяких Лиги наций Из отборов Но Матчи Играть Нам Никто Не запрещал Мы Сборная Под эгидой FIFA И мы Имеем Право Играть Товарищеский Матч Если Найдем Соперника Так Учела Передозировка Комментариями С Клм Ньюс Найти Деньги Взять Того же Нормана И Нормана Сцентр Норман Подороже Или Глебов Подешевле Кого бы Выбрал Нормана Я не очень Высоко Глебов Неблюдая Я за ним Из стана Болельщиков Там Не знаю Динамо Какого-нибудь Но Я Ну Какие сильные Качества Дмитрия Баринова Ну Я таких Футболистов Не очень Сильно Высоко Катирую Да Он Классный Да Он Наш Воспитанник Да Он Там Всегда Бьется До самого Конца Но Как Футболист Вот Визуально Нравится Или Не нравится Ну Вот Мне Бара Когда он Только Начинал Он был Крутым После Травмы Ну Это Какой-то Не тот Баринов Биться Бороться Это Не то Что Я люблю Футболистов Мне сейчас Карпукас Нравится В разы Больше Чем Баринов За Карпукасом Я наблюдаю Я ловлю Эстетическое Наслаждение О том Как он Умно Закрывает Пространство Как он В подкаты Идет Очень Точно Очень Чисто И Вот Когда он Желтую карточку Получил В матче С Химками Это Был Прям Вообще Очень Странный Эпизод Для Карпукаса Да Он Обычно В эти Глупые Подкаты Не идет Это Что-то Из Разряда Тарасова Баринова А Вот тут Взял И пошел Но Зато Потом Вообще Ноль Вопросов К тому Что Карпукас Может Получить Желтую Карточку Все Чистейшим Образом Сделано Прям Реально Ловлю Эстетический Кайф От того Как он Передачки Выдает Как он Каждый раз Оказывается В нужных Точках Бары Не вызывает Таких Эмоций Воронеж Столица Черноземья Как ни крути Кайседа Дорого бы обошелся Доигрывать К нам Может Самый раз И молодость Вспомнит Да Недорого Сам Кайседа Но зарплата Была бы Очень высока А Эффекта Мне кажется Кайседа Сейчас уже Не так сильно Дает Это Как вариант Какого-нибудь За Луиша Зачем Адекватный Игрок Не будет Ломить ЗП В 19 лет К 21 году Если будет Играть Должен Понимать Что ЗП Будет Больше Ну Это Правда Но Многие Наши Игроки Этого Не Понимают Тут же Проблема В том Что Ты Можешь В Динамо Получать 2-3 Миллиона Евро То есть Сумы В 2-3 Раза Больше Чем Ты Получишь Уехав В Англию И Поехать В Англию Ради Каких-то Перспектив Глядя На то Как Потом Беллидинов В Торпедо Возвращался В Спартак В Торпедо У них У всех После этого Карьера Супер Сильно На спад Пошла И они Уже Не зарабатывали Даже близко Тех денег Которые у них Были До Отъезда В Англию Так что Ну Каждый Сам Делает Выбор Но Захарян Молодец Захарян Может Вырасти Как Зинченко Может Может Конечно Тут Наверное Посложнее История С тем Что Захарян Игрок Атаки А в Атаке Всегда Конкуренция Сильно Выше Чем В Обороне Но Тем не менее Я уверен Что Захарян Умеет Играть Футбол Не хуже Любой Другой Европейской Звезды Аля Какой-нибудь Сабаслай Да Вот например Сабаслай Взять Очень похож Мне кажется По манере Игры На Захаряна Захарян Может Вырасти В звезду Как Сабаслай Сабаслай Котируется Довольно Высоко Я думаю Что Да Почему Нет Как Он Пишется Сжобуслай Ну Типа Вот До Такого Уровня Я Не Вижу Ни Одной Причины По Которой Захарян Не Может Дорасти Считается Ли Это Звездой Ну На Мой Взгляд Да В Англии Наверное Огромный Упор На Физику Ну Бегать Придется Много Но Захаряна Я думаю Особо Проблем Не Будет С Этим Опять же Я брал интервью Директора Академии Динамо И он Говорил То Что У Захаряна Есть Ну Такая Фишка Что Он Очень Быстро Переходит На Новый Уровень То Есть Вот Когда Его Брали Только В Академию Динамо Из Откуда Там Его Брали Он Приехал И что-то Такое Как-то Вальяжника Играет Ему Сказали Ну Типа Тебе Нужно Играть В два Раза Быстрее Если Ты Хочешь Остаться В Динамо И уже Через Матч Он Был Реально Лидером Академии Динамо То есть Он Уже Все Делал Супер Быстро Супер Точно Супер Классно Потом Его Ну Он Уже Начал Играть На Уровне Академии Все Было Нормально Его Взяли В Молодежку По-моему Сразу Не Был Взяли В Молодежку И Тоже На Первые Матчи Приходишь И Тренер Пихает Захаряну Чувак Ты играешь Как играешь В Академии Но Здесь Все Гораздо Быстрее Здесь Тебе Нужно Принимать Мяч И сразу Понимать Что с ним Ты Собираешься Делать Скорости Больше Проходит Два Матча И Захарян Уже Лидер Молодежки Динамо Потом Основа Динамо Да Он Выходит И Проходит Буквально Один Два Матча И Все И Партнеры Ему Доверяют Партнеры Ему Отдают Мечи И Он Спокойно Раскидывает И Все Это Ну То есть Максимально Быстро Переходит На Ступень Наверх Адаптируется К скорости Адаптируется К единоборствам Адаптируется К тому Что Футбол Становится Сложнее Чем То Что Было У него На Предыдущем Этапе И Вот То же Самое Ждем Что Произойдет В Челси Что Оп Ага Здесь Надо Играть Вот Так И Захарян Эту Планку Воспринимает Наших Гороков С иностранными Языками Вечно Проблема У балканских И южнокавказских Игроков Ее нет Например Чисто Российская История Коммуникация В футболе Важна Ну Мне кажется У грузин Не меньше Проблем С Языками Почему Это У южнокавказских Игроков Нету Проблемы Мне кажется Что Проблема Очень даже Большая Мне кажется Что Хвичек В Расхеле Это не сильно Хорошо знает Английский И итальянский Языки Он по-русски Помните Много Было Рофлов О том Что Кварацхеля По-русски Не особо Понимает Что Там На пальцах Объясняешься С ними С Кварацхелей Про Зазу Джанашу Тоже Много Рофлов Таких Ходило Балканцы Наверное Да Балканцы Наверное Как-то Более Интегрированы Особенно Новое поколение Балканцев Они стараются Все-таки Знать Европейские Языки Чтобы Ну по многим Причинам Да Чтобы просто Быть интегрированными В европейское Пространство Здесь согласен Но Слушайте Выучить на базовом Уровне Язык В 19 лет Может Любой Абсолютно Хвич Исключение В Батуми И Тбилиси Молодежь Хорошо Разговаривает По-английски Точно лучше Чем В Москве Ну Окей Ничего Ничего не могу Сказать По этому поводу Мне кажется Что и в Москве Неплохо Люди По-английски Говорят Просто Смотря Какие Да Москва Город Огромнейший Ты можешь найти Как людей Которые В принципе Не говорят Так и Тех Которые Шпарят На английском Лучше Чем на русском Ну да Ну как бы Когда уезжает Жирков Там в 25 лет Или Беллидинов 24 года Ну конечно Там уже Тебе не до того Чтобы изучать Иностранные языки Ты там Бэ Мэ Бэ Бэ Если ты до этого Не изучал То ты Хрен изучишь А в 18-19 Тебе это настолько Легко и просто Дается Что ты Даже особо Усилий Не прикладывая Да Ты Все слова У тебя и так Оседают на подкорке Так За 15 лямов Захаряна Это по их меркам Чисто кража Даже за 20-25 Было бы Выгодно Русские нужны Дзюба Создой вам Не дадут соврать Да К Вопросу Про то Что Русские Никому не нужны И их не будут Не будет Никто брать В это окно Из России В Израиль Уезжает Шапи В Турцию Уезжают Дзюба и Аздоев Игроки Сборной России На секундочку До этого У нас там За Кудряшовым В Турции Следили И все На этом Сейчас Следить Вообще Глаза Разбегаются За кем И приключения Дзюбы И Аздоева И Шапи Интересно Как в Израиле Себе проявят И Захарян Если все-таки Уедет в Англию И Миранчук Новый вызов Торина Получает Да То есть Ну Как минимум Мы видим Что На Примере Миранчука Что Ну нет Никакого Да Его там Не загнобили Никуда-нибудь Запас Не спрятали Чтобы он Не отсвечивал Да Он переходит Торина Чтобы быть Лидером Торина И Заголовины Да То есть Это люди В топовых В достаточно Хороших Чемпионатах Играют И Дай бог Дай бог Чтобы вот Они сейчас Себя хорошо Проявили И вот Эта вот Стена Того Что русские Игроки Едут за рубеж И там играют Плохо Наконец-то Была Сломлена Дай бог Чтобы это Произошло Как-то вычурно Смотрится Если честно Есть золотой мяч Зачем так подражать Маленькие мячики Кубки Еще что-то Окно Такое На полку ставить Как какой-то Великое достижение Все эти кубки Все эти Стандартные награды Не особо Заметные А мяч Всегда Вот у нас Награда стояла И все люди приходили О, что у вас тут Золотой мяч Дайте посмотреть И мы давали Они такие Блин Нифига себе Награда Да Вычурно Да Но зато Это заметно Да Но мы считаем Что это Очень крутое достижение Быть лучшим игроком Москвы Среди там 12 тысяч Футболистов Молодых Которые играют В 68 футбольных Отделениях Ну это прям Серьезное достижение Ты так просто Не станешь Тебе нужно быть Вадимом Раковым Тебе нужно быть Костя Тюкавинов Тебе нужно быть Артемом Соколовым Сергеем Пеняевым Владиславом Шитовым Вот Мы считаем Что это прям Супер почетно И супер круто И будем продвигать Эту тему дальше Как дела у Иосифова Давно не смотрел За основу он не играет Иначе бы мы это Прекрасно сознали Хотя Сосновой Его привлекали К основе К тренировкам Сосновы Этим летом Ла Лига 2 Два матча 80 минут 0 плюс 0 С райсингом 19 минут Сейбаром В основе На 61 минуте Вышел Заменили Ну Ла Лига 2 Уровень уже В порядке Если он будет Стабильно играть Это будет неплохо Так у него Вон 32 матча 6 плюс 1 Но это у нас Уровень Примера Федерасион Они видимо его выиграли И вышли в Ла Лигу 2 Так Насколько критично Когда провальный год В таком клубе Кому-то за это прилетает Или раз это дети Что поделать Другой год Будет лучше Это имеется ввиду Про 2003 Да нет Не особо критично Там Чтобы создать Сильный год Должно сложиться Много факторов Да Это Ну к сожалению Не может быть Работа одного человека Да Это должна быть Хорошая селекция Селекционеры Должны привести Найти хороших ребят И чтобы их Там Не переманили В другие школы Другие академии Конкуренция Очень огромная У нас Часто пишут В комментариях На Sports.ru О том Что Ой Селекции вообще Никакой нету Парня Там Парни в Барнауле Где-нибудь играют Их никто не замечают Никому не нужны Это такая чушь Такая драка Идет на каждом Более-менее Турнире Адекватного уровня За пацанов Которые умеют Попадать по мячу Между московскими Академиями Между питерскими Казанскими Там Реально На турнире По 10-15 Селекционеров Приезжают И смотрят Потом с мальчиками Переговаривают Они говорят А к нам уже подходил Вон тот Ну Я не знаю Вы смотрели вне игры Первый сезон Я второй не смотрел Но вот в первом сезоне Ну Показаны эти ситуации Это действительно правда Это действительно так происходит Мальчик более-менее Попадает по мячу И его Пади перемани А он уже говорит А я уже Вон там Меня Другой селекционер Затащил к себе В академию Ну вот Так оно происходит Дальше Должен быть Хороший тренер Да А тренеры Меняются Периодически И не всегда Там тренер Находит Какой-то С командой Язык Иногда У команды Слишком часто Меняются Тренеры По какой-то причине Это ломает Подготовку Короче Ну Всякое может Произойти И хорошая команда В итоге Может развалиться Вот у нас был Хороший Я считаю 2004 год На мой взгляд У нас был Хороший 2004 год За пару лет 2004 год Оказался уничтожен Как это получилось Я не знаю Но Все более-менее Сильные футболисты Вдруг внезапно Ну Один Самый Мой любимый Миша Гайнов Взял и ушел в ЦСКА Хотя был капитаном Локомотива Как это получилось Кому мне вопрос Задать Как и почему Михаил Гайнов Из локомотива Будучи капитаном Уходит в ЦСКА К сожалению Никто мне не смог Ответить на этот вопрос Даже Руководитель Академии Который был в тот момент И Главный Селекционер Академии Спортивный директ Который был в тот момент Сказали Ну это там Отдельная история Не будем Про нее говорить Все И просто Ну вот В итоге Развалили Хотя В свое время 2004 год Мною Очень сильно Высоко катился Ну у нас там Даня Худяков Оттуда вышел Ну хотя бы Хотя бы Даня Ладно Окей Но там был Ваня Доставалов Который Сейчас покинул И уехал В Урал Я считал его Очень сильным парнем Но потом Какого-то хрена В 2004 год Поставили Тренером Например Алексея Рябко С чего Вдруг решили Что выпускному Году нужен Алексей Рябко Ну кстати Вон смотрите За Урал Доставалов играет Что мы Может быть Его еще увидим Довольно Довольно стабильно Правда Молодежка Результаты Плохие Показывает Но хотя бы Играет Дай бог Ну короче И еще И еще Там Сейчас фамилии Из головы Повылетали Но вообще Там вы их В Динамо Можете найти Игрока Сейчас скажу Какого В Динамо 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 2 Ну где ты Ну нет Это же не та команда Ну вот Кстати Хотя бы Как минимум Вот этот Степан Обрывков Тоже Весьма Весьма Прикольный чувак Тоже был В Академии Локомотива Правда Недолго С 20 Года Тоже Почему-то Ушел Ну давай Трансфермарк Работай А вот 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 парень Да Саша Чупаев Центральный нападающий Академия Лока Почему-то В Метеор ушел Ну вот как Бесплатно Игрок уходит В Метеор Один из лидеров Команды Саша Чупаев Который сейчас В Динамо 2 Играет Довольно неплохо Играет Он уже Гол забил То есть В основе Динамо 2 Это сильная Команда Ну правда Опять же Да Три победы Три поражения Но тем не менее Да Динамо 2 Это то Где Тюкавин Захарян играли И все такое Игрок сборный Как получается Что Вдруг Внезапно В 19 Году Игрок покидает Команду Непонятно Кого-то наказывают Но кого И за что Черт его знает Почему Мирнчука Не взяли Челси А Захаряна Взяли Мирнчуку На момент Его перехода Из России Было 25 лет Захаряну 19 Разница В 6 лет Вот поэтому Его и не взяли В Челси Баринов Может отдать 2 голевые За матч Через все Поле Один раз За год С единоборством Наверное Будет непросто Захаряну Если он Научится Избегать Единоборств Все у него Получится Есть игроки В Англии Которые Не любят Единоборства Но находят Пространство Для себя Находят Возможность Получать передачи И забивают Голы Повезло Что тренер Не зачехлил Его после Ошибок В начале Вот так У нас Петров Сидит Да ему Поиграть Что сильно Плохо Будет Что ли Почему Сидит Петров Я вообще Не понимаю Для меня Это Большущая Огромнейшая Загадка Точно Совершенно В определенных Матчах В определенных Ситуациях Петров Принесет Очень много Пользы Просто потому Что опять же Он дает Те качества Которые Никто Больше В команде Дать не может Вот ту активность Которую Может дать Петров Никто Не даст Вообще Никто Ни Миранчук Ни Там Ни Камано Ни Керк Никто Петров Может Бегать Как Заведенный Покрывать Огромное Количество Пространства За то время Которое Ему Отведут Русские Не нужны По завышенным ценам Как англичан Никто Особо Не стремится За пределами Англии Брать Все так Русские Нужны Но они Не нужны За те Деньги Которые Хотят Русские Вот Это Главная Проблема Мне кажется Награда Это Классно И для Родителей Не меньше Чем Для Детей Да Конечно Классно Нет Мы Если Что Мы Вот этот Золотой Мяч Должны Вручать В конце Награды Но Естественно Не все Дети Могут В конце Декабря После Длинного Сезона В конкретную Дату Приехать И получить Эту Награду Кто-то В отпуске Кто-то Там Домой Поехал Потому что Они же Интернатовские И в декабре У них есть Возможность Домой Съездить Вадик Не получил Награду В декабре Так Он нам Писал Весь январь Весь февраль Когда Можно получить Награду Когда можно Получить Награду А мы Хотели Сделать Торжественное Вручение На Финале Там Нашего Турнирчика Одного Чтобы На глазах Болельщиков На глазах Там Игроков На глазах Там Руководства Известных Людей Всех Пригласить На финал Турнира И там Вручить Но Вадик Раков Писал Нам Лично Типа Когда Можно Получить Награду Так что Для них Это все Супер Важно И Супер Почетно Ну и Я рассказывал Мне кажется Историю Про Раков О том Что Он на это Вручение С мамой Приехал Это было В преддверии 8 марта Мы маме Его цветы Вручили Видно Было Что Она Очень Сильно Смущается Видно Было Что Раков Прям Очень Приятно Как его Представляют Как ему Вручают Награду Что Маме Там Внимание Уделили Видно Что Было Для него Это Действительно Очень Важно И Прям Прям Нужно Черный В химках В аренде Или на контракте Как оценишь Его уход Черный В химках На контракте Уход Его оценю Неоднозначно На мой взгляд Черному Действительно Мало Что Можно Показать На позиции Центрального Защитника Основной Его позиции Хотя Когда он Выходил Как минимум Не портил Но Мне кажется Что Стоило Стоило Его попробовать На фланге Обороны Что Он Очень неплохо Себя проявлял Как правый Защитник Как левый Защитник То есть Он на сборах У Николича На зимних сборах Он забивал гол С позиции Левого защитника Очень крутой Просто Вот Аля То Что Захарян Или Хвич Кварацхелия Забивали Прошел По флангу Сместился В центр И с правой Ноги В дальнюю Девятку Ударил Вот это Он может Играть У него Есть Это Но почему-то Дальше Чем Попробовать На сборах Это Никуда Не заходило Хотя Мне кажется Что Ну почему Почему Не попробовать У нас точно Не самые лучшие Края В мире Обороны Чтобы Прям Только Дмитрий Живоглядов И никто Больше Только Максим Нинахов Только Мац И Рыбуса И никто Больше Попробовать Можно было Но почему-то Этого не сделали Ну а Как центральный Защитник Конечно Я бы не очень Хотел Чтобы у нас Черный Играл Мне кажется Это не совсем Его роль Сулейманова Разве немцы Отпустили Не дядя Вася Не Ну Сулейманов Ушел год назад Сулейманова Я так понимаю Конкретно Николич Отпустил То есть Николич сказал Что мне Сулейманов Не нужен Что это Не футболист И Ничего Нет Ничего Он Локомотиву Не даст Тимур Сулейманов В двадцатом Году Был В аренде Вернулся И уже Все В прошлом году Сказали Гуляй Вася Послушали Николича И не стали Его держать Смотреть А теперь Вот так Вот Пять матчей Три гола Как бы Иваньков После нас Не зафестивалил Аки Джики Но Иванькову Пока Даже Команду Не получается Найти И я Честно говоря Немножечко В шоке Потому что Иваньков И Хлынов Не могут Найти Себе Команды Насколько Видимо Классно Комплектование В клубах ФНЛ И ПФЛ Что Футболистов Такого уровня Никому не нужно Для меня Очень странно Что по напиткам Сегодня Джейс Севен Фреш Я правда Уже На нервах Немножечко Этикетку От него Оторвал Когда Много говоришь Постоянно Нужно Что нибудь В руках Теребить Если это Бумажка Какая нибудь То клочки Потом По всему Полу Лежат Это есть У меня Такая Нервная Штука Раков Круче Раков Другой Ну как Вы их Сравниваете Раков Это Футболист Универсальный Форвард Работа С мячом Врывание Скоростные Рывки Дальние Удары Просто Удары Хорошие Сулейманов Это Форвард Девятка Это форвард Который Цепляется За мячи Который Мощным Своим Габаритами Мощным Телом Продавливает Соперников И Забивает Голы Вот таким Вот образом Что ты его С места Не двинешь А Раков Наоборот На опережение На скорости Ворваться Обвести Прокинуть Разные Ну Разные Форварды Разного Типа Типажа Лацио Порвал Интер У Хвичи Конкурентов Нет 3-1 А Удинезе 2-1 Монсу Обыгрывает Ну не то чтобы Прям сильно Было интересно У Удинезу Бету Забил Бету Кстати Спас Родригу Бекау Бету Классный Чувак Смотрел Его Еще Когда он Там Только Появился В Португалии Непонятно Откуда Прикольный Лиль Лиль 3-0 У Аяччо Языджи Забил За Лиль Бомба И Тиагу Джало Бетис Выигрывает У Асасуны Ассельта Выигрывает У Жероны Кто Может Забивать У Сельты Конечно Яга Аспас Ну Естественно Вильот Светберг Продолжает Сидеть На скамейке Я еще думаю Что Вот Опять же Если мы Ищем Центрального Полузащитника С атакующими Скиллами Можно Попробовать Сейчас Выкупить У Сельты Вильот Светберга Чтобы у Президента Хаммерби Просто Пукан Взорвался Он же Нам не Продал Этого Светберга В локомотив Ровно Ровнехонько 24 февраля Типа Ой У нас Какие-то Проблемы С документами Сейчас Бы купить Светберга Из Сельты И Чтобы Хаммерби Утерлась Со своими Этими Политическими Причинами Непродажи Футболиста В Россию Возможно И сам Светберг Был бы Тоже Не против Футболист Хороший Центральный Полузащитник Как раз С атакующими Скиллами Так Что ребят У вас Закончились Вопросы Так это Значит Надо Так я Сверюсь С своими Шпаргалками Что я еще Хотел А Предстоящий Тур Российской Факел Спартак Мне Очень Интересен Этот матч Очень Хочу Посмотреть Факел Спартак Насчет Пари НН Динамо Не уверен Может быть Тоже Зацепим Но Факел Спартак Прям Точно Нацеливайтесь Что Посмотрим Артем Привет Опоздал На стрим Запись Будет На Ютуб Выложу Практически Целиком Потому что Я тут Болтаю Безумолку Именно Содержательная Какая-то Такая Часть Так что Практически Целиком Все И Выложу Ну А Воскресенье Локомотив Оренбург Торпеда Краснодар Ростов ЦСКА Я думаю Что у нас Будет Очень Длинный Футбольный Вечер Потому что Ростов ЦСКА Я прям Очень Хочу Посмотреть После Локомотива Оренбурга Мы Естественно Останемся Пообсуждаем Может быть Я сделаю Ся какой-нибудь Перерыв Там Часик Просто Чтобы отдохнуть И мы Уже Ворвемся На Ростов ЦСКА Потому что Этот матч Мне прям Очень Сильно Интересует Я на Вазде Записи Стримов Пересматриваю Говорят Что на Вазде Не у всех Хорошо Это видео Работают Что они Там Перемотки Какие-то Проглатываются Слова Поэтому Я Содержательную Часть Если Есть Содержательная Часть У стрима Я Ее Заливаю На Ютуб В этом Стриме Весь Стрим Одна Сплошная Содержательная Часть Когда мы Смотрим Какие-нибудь Футбольчики Я То Время Когда мы Смотрим Сам Футбол И комментирую Футбол Естественно Не заливаю Потому что Нахрена Нужно Комментировать Футбол Который Уже Прошел И Картинки У вас Все равно Нет Кубок Успеваешь Постримить Нет Я Не Успеваю Постримить Кубок Потому что Умные Люди Ставят Кубок На 18 30 Но После Матча 100% Я На Связи Часов 8 Наверное Я Буду Дома И Соответственно Сразу Запускаю Стрим Концовку Мы Смотрим Уже Вместе И После Этого Сидим И Обсуждаем 31 Августа Приходите На Выход Ждешь Кого Нибудь А Ну и Покупку Там же Очень Много Матчей Будет Так что У нас В принципе Будет Очень Много Тем Для Обсуждения Там И Медиа Футбол Тудрот С Амкалом Там И Российская Премьер Лига Вход Вступает Будет Играть В том числе Интересные Матчи Наверняка Консенсация Состоится Может быть Какие-то Матчи Будут 8-9 Вечера Тоже Большой День Наверняка Будет На выход От нас Жду Центральных Полузащитников Такое Количество Нафиг Не нужно Вы их Столько Использовать Не будете Все Вот теперь Все Вот теперь Все Что хотел Сказать Сказал Спасибо Огромное Что посидели Со мной И До новых Встреч Жду вас Всех Завтра На матче Спартак Факел Может быть И на Динамо Парьен Но Но Не гарантирую Спасибо 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 Спасибо